Коротышко внимательно слушал, иногда кивая головой. — Да вы почти что пилигрим. Но почему вы, немец, ведете такую охоту на Рошмана? — Какое это имеет значение? Меня уже несколько раз спрашивали об этом, — раздраженно ответил Миллер. — Что удивительного в том, что немец возмущен событиями времен войны? Мотти усмехнулся. — Ничего, — сказал он. — Удивительно, что вы так далеко зашли. Кстати, по поводу исчезновения Рошмана в 1955 году. — Вы действительно считаете, что новый паспорт он получил от Одесса? — Во всяком случае, так мне сказали. Миллер уже успокоился. — И похоже, что единственная возможность разыскать человека, выдавшего ему паспорт, — это проникнуться в организацию. Мотти несколько минут изучающе смотрел на Миллера. — В каком отеле вы остановились? — внезапно спросил он. Миллер ответил, что он прямо с дороги и еще не успел нигде поселиться. По просьбе Мотти Миллер позвонил из кафетерия и заказал себе комнату в отеле, в котором останавливался раньше, бывая в Мюнхене. Когда он вернулся, Мотти исчез. Под его чашкой лежала записка. «Независимо от того, достанется ли вы там комнату или нет, будьте в холле у стойки администратора сегодня в восемь вечера», — недоуменно прочитал Миллер. Заплатив за кофе, он вышел на улицу. В полдень того же дня, сидя в своем рабочем кабинете, Вервольф еще раз перелистал письменный отчет своего боннского Камараден, неделю назад говорившего с Миллером под именем доктора Шмидта. Отчет пришел еще пять дней назад, но природная осторожность Вервольфа подсказала ему, что не нужно немного выждать и еще раз все взвесить перед началом решительных действий. Слова, сказанные генералом Глюксом в конце их разговора в Мадридском отеле в ноябре прошлого года, лишали его свободы маневра, хотя, как и большинство кабинетных работников, он старался оттянуть неизбежное на потом. Но стиль отчета доктора Шмидта вынуждал его к лишительным действиям. То поголовый молодой человек, ортодокс, возможно, страдающий комплексом неполноценности, к Эдуарду Рошману питает ненависть, причины которой совершенно непонятны. Не желает выслушивать никаких доводов, не считаясь даже сгрозящей ему лично опасностью. Отложив отчет, Вервольф поднял трубку телефона и, попросив Хильду переключить его на градскую линию, набрал номер в Дюссельдорфе. Почти сразу же ему ответили. «Господина Маккензена, пожалуйста», — попросил Вервольф. «Кто спрашивает?» — послышался в трубке чей-то голос. Не отвечая на вопрос, Вервольф назвал первую часть условной фразы. «Кто был выше Фридриха Великого?» — Барбаросса, — ответил голос на том конце и через секунду добавил. «Маккензен слушает». Вервольф представился адвокат. «Боюсь, что каникулы закончились. Для вас есть работа. Завтра вечером вы должны быть у меня». «Во сколько?» — коротко уточнил собеседник. «В десять. Скажите моей секретарше, что вас зовут Келлер. Она будет предупреждена и проводит вас ко мне». Вервольф повесил трубку. В Дюссельдорфе Маккензен встал из-за стола и отправился в ванную, побриться и принять душ. Это был высокий мужчина могучего телосложения. Во время войны он служил сержантом дивизии СС Рейх и прославился убийством французских заложников Тули и Лиможи в 1944 году. После мая 1945 года по заданию Одесса он на грузовике перевозил людей из Австрии и Германии в итальянский Южный Тироль. В 1946 году его автомобиль показался подозрительным и был остановлен американским патрулем. Маккензен убил всех четырех солдат, находившихся в джипе, причем двоих голыми руками, и после этого сам был вынужден бежать. Работая в последующие годы телохранителем западно-германских руководителей Одесса, он получил прозвище Макк-длинный нож, хотя никогда не пользовался холодным оружием, предпочитая ломать шеи клиентам своими руками мясника. Его шефы были довольны им, и в возрасте 55 лет он стал главным исполнителем приговоров, которые выносила Одесса, то есть человеком, чисто и незаметно убиравшим людей, слишком близко приближавшихся к руководству организации или мешавших реализации ее планов. К январю 1964 года за ним числилось уже 12 убийств. Телефонный звонок раздался ровно в 8. Трубку поднял дежурный администратор, и, обвиняясь Гэдом Холл, подозвал Миллера, смотревшую в углу телевизор. «Гер Миллер?» «Это я, Мотти. Кажется, я смогу помочь вам». «Я поговорил с друзьями, они согласятся встретиться с вами. Вы согласны?» «Я готов встретиться с каждым, кто может мне помочь», — ответил заинтригованный Миллер. «Хорошо», — сказал Мотти. «Тогда выходите из-за отеля, сверните налево на Шиллер-штрассе, и через два квартала, на этой же стороне улицы, увидите кафетерий Липдемана. Я буду ждать вас там». «Когда? Сейчас?» «Да, сейчас». «Я мог бы прийти к вам сам, но со мной мои друзья. Мы вас ждем». Мотти повесил трубку. Миллер поднялся к себе, надел пальто и вышел. Повернув налево, он пошел по тротуару. Пройдя полквартала, он внезапно почувствовал, как что-то твердое уперлось ему в ребра, и чей-то голос тихо сказал на ухо. «Садитесь на заднее сидение, гер Миллер». У только что остановившейся рядом машины открылась задняя дверь, и Миллер, нагнувшись, забрался внутрь. К тому же сидел какой-то человек, пододвинувшийся, освобождая ему место. Следом сел второй, дверь захлопнулась, и машина отъехала. Миллер, сколотившимся сердцем, посмотрел на своих похитителей, но не узнал никого из них, включая шофера. Первым заговорил человек, открывавший Миллеру дверь. «Мне придется завязать вам глаза», — спокойно сказал он. «Вам не следует знать, куда мы едем». Миллер почувствовал, как ему наголову надевают толстый черный чулок, закрывший лицо до рта. Он вспомнил холодные голубые глаза доктора Шмидта и слова Визенталя о том, что люди из Одессы могут быть опасны. Затем он вспомнил Мотти и поразился, как один из них мог читать газету на иврите в центре еврейского землячества. Они ехали минут двадцать пять, затем остановились, и Миллер услышал, как открываются ворота. Машина тронулась и сразу же остановилась. Миллеру помогли выбраться наружу и, поддерживая за руки с двух сторон, ввели в какое-то помещение. Сзади захлопнулась дверь. Его посадили в кресло. «Снимите с него повязку», — услышал он чей-то голос, и его освободили. Комната, в которой он находился, явно располагалась под землей, так как окон не было, а в потолке виднелось вентиляционное отверстие. Вдоль дальней стены стоял стол с восьми стульями. В центре располагался журнальный столик. Миллер сидел в одном из четырех кресел у двери. Рядом со столом сидел улыбающийся Мотти. Двое похитителей, оба могучего телосложения, сидели на подлокотниках его кресла слева и справа. Водитель автомобиля, вероятно, остался снаружи охранять вход. Четвертый мужчина, сидевший в кресле напротив, явно был главным. На вид ему было лет шестьдесят. Огромный нос, спалые щеки, черные блестящие глаза, глубоко посаженные в глазницах, придавали ему вид фанатика. «Добро пожаловать, Герр Миллер», — сказал он, изучающий, рассматривая журналисты. «Я должен извиниться перед вами за этот несколько необычный путь, которым вы попали ко мне. Но это простая мера предосторожности на тот случай, если вы откажетесь от моего предложения. Тогда вас доставят обратно в отель, и вы не сможете найти дорогу сюда». «Мой друг», — он указал на Мотте, — сказал, что вы по каким-то своим причинам пытаетесь разыскать некого Эдуарда Рошмана. «Для этого вам нужно проникнуть в Одесса, а без посторонней помощи это вряд ли удастся. Однако наши интересы совпадают, и я готов помочь вам. Вы следите за моей мыслью?» Миллер сидел как громом пораженный. «Одну минутку», — сказал он. «Если я правильно понимаю, вы не из Одессы», — мужчина поднял брови. «О, Боже, вы что, решили, что вас похитили нацисты?» Он уклонился и, закатав рукава, показал Миллеру левую руку. На предплечье у него был вытатуирован синий номер. «Аушвиц», — коротко сказал он, и, показав рукой на двоих, сидевших рядом с Миллером, добавил «Бухенвальд и Дахау», «Мотте», «Рига и Прибалтика». Он вновь застегнул рукав. «Герр Миллер», — продолжал он. «Некоторые считают, что убийц нашего народа надо судить. Мы не согласны с этим. Сразу после войны один английский офицер сказал мне слова, определившие весь мой дальнейший жизненный путь. Он сказал, «Если бы они убили шесть миллионов моих сограждан, я бы построил огромную пирамиду из черепов. Не из черепов жертв, естественно, а из убийц». И он был прав, Герр Миллер. «Я и моя группа решили остаться в Германии после 1945 года с единственной целью — мстить. Это смысл всей нашей жизни. Мы не помогаем полиции арестовывать их. Мы их убиваем, как собак. Меня зовут Леон». Леон допрашивал Миллера в течение четырех часов, прежде чем убедился, что журналист именно тот, за кого выдает себя. Единственное, что ему не удалось узнать, как, впрочем, и остальным до него, это причина, по которой Миллер охотится за Рошманом. «Вы понимаете весь риск этой затеи с проникновением в Одесса?» — спросил в заключении Леон. «Да», — ответил Миллер. «Хотя бы потому, что я слишком молод». Леон покачал головой. «Не может быть и речи о том, чтобы действовать под своим именем. Во-первых, Одесса располагает списками всех бывших членов СС. И имя Петера Миллера в них не значится. А во-вторых, вы должны прибавить себе как минимум десять лет. Это возможно, но понадобится создать вам абсолютно достоверную легенду. Вы должны суметь представить убедительные доказательства того, что являлись членом СС. Прежде чем мы подберем вам новое имя, придется проделать поистине каторжную работу». «А это реально?» — спросил Миллер. Леон кивнул. «Да. Но это должен быть ССовец, чья смерть никогда не была зарегистрирована. Прежде чем принять вас в свои ряды, Одесса тщательно проверит вас. Вам предстоит тяжелое испытание. Поэтому для начала вам придется провести пять-шесть недель с человеком, который на самом деле был в СС, и сможет научить вас жаргону, обычаям и порядкам, царившим там. Мы знаем такого человека». «Но как он согласился помогать вам?» — воскликнул удивленный Миллер. «Он все еще не пришел в себя от такого крутого поворота событий и не мог поверить в реальность происходящего». «Это действительно странный случай. Этот человек, бывший капитан СС, впоследствии раскаялся и решил искупить свою вину. После войны он вступил в Одессу и передавал властям информацию о разыскиваемых нацистах. Его вычислили, но ему удалось скрыться. Сейчас он живет под чужим именем в отдельном домике на окраине Байретта. «Что еще предстоит выучить?» «Все, что касается вашего нового обличия, даты и места рождения, как попали в СС, где проходили подготовку, где служили, командный состав части, чем занимались в конце войны и до наших дней». «Кроме того, вам надо найти поручителя. Это будет непросто, предупреждаю. На вашу подготовку мы не пожалеем ни сил, ни средств, Гермиллер. Но пути назад уже не будет». «А вам какая выгода от этого?» – подозрительно спросил Миллер. Леон вскочил и нервно заходил по комнате. «Месть», – сказал он. «Как и вы, мы хотим добраться до Рошмана, но это не все. Сотни самых отвратительных эсэсовских убийств спокойно живут в Германии под чужими фамилиями. Мы хотим узнать эти фамилии. И еще. Нам нужно выяснить, кто сейчас из людей организации занимается вербовкой немецких ученых для работы над созданием египетских ракет. Раньше этим занимался некто Брендер, но его заменили кем-то еще, после того, как мы уничтожили его помощника Хайнца Крюга. «Звучит так, словно вы работаете на израильскую разведку», – сказал Миллер. «Да», – спокойно ответил Леон. «Периодически мы сотрудничаем, хотя и не подчиняемся им». «А сами вы пытались внедрить своего человека в организацию», – спросил Миллер после непродолжительного молчания. Леон кивнул. «Дважды. И что с ними случилось?» Одного выловили из воды. У него были содраны ногти на руках. Второй просто исчез. «Вы все еще согласны продолжать свои поиски?» Миллер пропустил вопрос мимо ушей. «Если вы так тщательно готовите людей, почему же их все-таки раскрыли?» «Они оба были евреями», – коротко ответил Леон. «Мы пытались вывести их татуировки на руках, но следы все равно оставались. Кроме того, обоим было сделано обрезание. Поэтому, когда Мотти сказал мне, что вы настоящий чистокровный ариец, и вы имеете зуб на СС, это заинтересовало меня». «Кстати, я вам хочу задать вопрос. Вам не делали обрезание? Это имеет значение?» – спросил Миллер. «Конечно. Если человеку делали обрезание, это еще не доказывает, что он еврей. Многие немцы поступают так, но если его не делали, то это почти наверняка говорит о том, что он не иудей». «Мне не делали», – ответил Миллер. Леон глубоко вздохнул. «Я начинаю думать, что вам повезет», – сказал он. «Было уже далеко за полночь, и Леон посмотрел на часы». «Вы, наверное, проголодались?» Миллер кивнул головой. «Мотти, нужно покормить нашего гостя». Мотти улыбнулся и вышел. «Вы переночиваете здесь», – сказал Леон. «Постель для вас уже готова. Только не пытайтесь сбежать, дверь будет на замке. Ключи от машины отдайте мне, она вам не понадобится в ближайшее время, и лучше будет спрятать ее. Мы заплатим за номер в отеле и перенесем сюда ваши вещи. Утром вы напишете письмо матери и подружке, в которых сообщите, что не можете связаться с ними в течение нескольких недель, а может и месяцев. «Договорились?» Миллер кивнул, достав из кармана ключи от машины и протянул их Леону. Он, в свою очередь, передал их одному из двоих, сидевших по бокам от Миллера, и тот молча вышел. «Утром мы отвезем вас в Байретт к нашему офицеру СС. Его зовут Альфред Остер. Там вы и будете жить. А теперь прошу простить меня, я должен заняться поиском вашего нового имени». Он поднялся и вышел. Вскоре Мотти принес тарелку с едой и полдюжины салфеток. Ужиная холодным цыпленком и салатом, Миллер размышлял над тем, во что он ввязался. В эти утренние часы, далеко на севере Германии, в городской больнице Бремена, пожилой медбрат обходил больницы. В одной из палат за ширмой, отделявшей его от других больных, неподвижно лежал человек. Медбрат, мужчина средних лет по имени Хартштейн, подошел к нему. У изголовья кровати горел ночник, отбрасывая тусклый свет на заострившееся лицо пациента. Медбрат взял его руку и стал нащупывать пульс. Пульса не было. В последний раз, взглянув на еще одну жертву рака, медбрат вспомнил слова, произнесенные человеком в бреду три дня назад. Он откинул простыни, посмотрел на левую руку умершего. На внутренней стороне предплечья был вытатуирован номер группы крови, верный признак того, что человек когда-то служил в войсках СС. Всем ССовцам вытатуировали группу крови, чтобы в случае ранения немедленно начать переливание. Хартштейн прикрыл лицо умершего простыней и заглянул в стоявшую рядом тумбочку. Там были сложены вещи, находившиеся в карманах этого человека, когда его в бессознательном состоянии подобрали на улице. Единственным документом среди них были водительские права на имя Рольфа Гюнтера Кольба, родившегося 18 июня 1925 года. Хартштейн положил права в карман своего халата, отправился искать дежурного врача, чтобы сообщить ему о смерти одного из больных. Глава 11. Утром под присмотром Мотти Миллер написал письма матери и Сиги. Багаж из отеля уже забрали, и около полудня тот же шофер, что и вчера, повез их в Байретт. Когда они садились в машину, Миллер по правичке посмотрел на номерной знак голубого опеля. Перехватив этот взгляд, Мотти улыбнулся. Напрасный труд. Эта машина взята на прокат на чужое имя. «Что ж, приятно сознавать, что имеешь дело с профессионалами», сказал Миллер, ничуть не огорчившись. «Приходится, это единственная возможность выжить в борьбе с Одессой». В гараже было два бокса, и в одном из них Миллер увидел свой агуар, блестевший лакерованными боками в свете мощных ламп. Миллеру вновь надели на голову чулок и положили на пол. Лишь когда они выехали из Мюнхена на автобан Е6, ведущий в Байрат, Мотти освободил его. Шел сильный снег, и водитель, не отвлекаясь, смотрел на дорогу через стекло, с которого дворники непрерывно счищали снег и грязь, летевшую из-под колес грузовиков. В Ингольштадте они остановились пообедать в пригородном кафе и через час, миновав в Кюрнберг, прибыли в Байрат. Расположенный в центре одного из самых живописных уголков Германии, называемого часто Баварской Швейцарии, небольшой провинциальный городок Байрат сейчас известен лишь своими вагнеровскими фестивалями музыки. Во времена нацизма на них съезжались все высшие руководители Рейха, знавшие, что Адольф Гитлер питает глубокую любовь к творчеству этого композитора, обессмертившего своими произведениями героев нордической мифологии. Но в январе это заурядный тихий городок. Альфред Остер жил в небольшом коттедже в миле от города. Дорожка, ведущая к воротам, была засыпана снегом, и гостям пришлось остановить машину на шоссе и дальше пробираться через сугробы пешком. Бывший офицер СС, высокий, крепко сложенный мужчина с голубыми глазами, открыл дверь сам. Как у всех, кто живет в горах, где солнце ярко светит любое время года, а воздух чист, его лицо было покрыто здоровым бронзовым загаром. Мотти представил ему Миллера и протянул письмо от Леона. Прочитав его, баварец кивнул, изучающе посмотрел на Миллера. «Ну что ж, попробуем», — сказал он. «Каким временем мы располагаем?» «Точно не знаю», — ответил Мотти, «но, видимо, до тех пор, пока он не будет полностью готов. Мы еще не нашли для него прикрытия. Как только что-нибудь получится, мы сообщим вам». Через несколько минут Мотти ушел. Остер провел Миллера в гостиную, задернув занавески, включил свет. «Итак, вы хотите сойти за бывшего офицера СС?» — начал он. Миллер кивнул. «Да». «Что ж, тогда начнем с АЗОВ. Судя по вашему возрасту, военную службу вы проходили уже в так называемой новой германской армии». Он хмыкнул. «Эти вояки со своей демократией и полным отсутствием дисциплины не продержались бы и десяти минут в последней войне, тогда как войска СС уничтожили союзников в пять раз больше своей собственной численности. Солдаты войск СС были наиболее стойкими, подготовленными, дисциплинированными и преданными в истории войны. «Усвоите это, Миллер. И пока вы находитесь у меня, вы будете жить по образу солдата СС. Когда я вхожу в комнату, вы должны встать по стойке смирно и следить за моим перемещением взглядом. Если я отдаю приказание, вы отвечаете. Я, я, бефель, гергаупф, цурнфюрер». «Я понятно говорю». Ошарашенный Миллер молча кивнул. «Вот и прекрасно. Так как у нас нет времени, мы начнем работать немедленно. До ужина я вам расскажу о званиях в СС от рядового до генерала. Вы должны будете запомнить формы обращения между членами СС. Затем мы перейдем к структуре СС, формам одежды различных подразделений СС, а также поводам, по которым носили полную парадную, повседневную, полевую и выходную униформу. После этого вы пройдете полный курс политического и идеологического воспитания члена СС в том виде, в каком его преподавали в учебном центре СС в Дахау. Вы должны будете выучить гимн СС, а также песни, которые исполнялись во время торжественных мероприятий в различных подразделениях. И это тот минимум, который должен знать каждый член СС, вышедший из тренировочного лагеря для новичков. Когда Леон сообщит мне, в каком конкретном подразделении вы должны были бы служить по вашей легенде и другие детали вашей новой биографии, мы будем заниматься по этой программе. Но две-три недели вы будете проходить курс начальной подготовки. И последнее. Не думайте, что это все шутка. Если вы действительно сумеете проникнуть в Одессу и узнав имена руководства, сделайте хоть малейшую ошибку, вы закончите свои дни в одном из каналов. Поверьте, это не пустая угроза. Я знаю, о чем говорю. После разрыва с организацией мне самому приходится скрываться под чужим именем. В первый раз после начала своей охоты за Рошманом Миллер пожалел, что зашел так далеко. Розно в десять Маккензен был у Вервольфа. Когда дверь, отделявшей кабинет адвоката от приемной, в которой работала Хильда, была плотно закрыта, Вервольф, посадив убийцу в кресло для клиентов, сел за стол и закурил сигару. «Есть один человек», начал он, «журналист», начавший розыск одного из наших товарищей. Маккензен, понимающий, кивнул. «Такие вступления он уже слышал и раньше». «В таких случаях», продолжал Вервольф, «мы обычно избираем выжидательную тактику, всячески мешая ходу расследования, пока оно само не заглохнет. Но этот случай особенный. Товарищ, за которым идет охота, играет важнейшую роль в наших стратегических планах, а этот журналист ведет поиск, не считаясь ни с чем». «А что за причина», поинтересовался Маккензен. Прежде чем ответить, Вервольф затянулся и стряхнул пепел. «Точно неизвестно, но, видимо, достаточно серьезно. Можно было бы понять ненависть к этому нашему товарищу со стороны евреев и их друзей, так как во время войны он являлся комендантом гетто в Остландии. Иностранцы также не признают правильности нашей политики в отношении евреев». Но этот репортер не является ни иностранцем, ни евреем, ни коммунистом, ни одним из так называемых ковбоев, ничего не создающих вокруг себя, кроме шума и грохота. Это молодой немец, ариец, сын героя войны. В его биографии нет ничего, что могло бы вызвать такую ненависть к нам. Его не остановило даже достаточно недвусмысленное предостережение, которое мы ему сделали. Мне очень жаль, но он не оставил нам выбора. «Он должен умереть?» переспросил Мак длинный нож. «Да», подтвердил Вервольф. «Где он сейчас находится?» «Это неизвестно. Вервольф достал из стола две листочки печатного текста и протянул Маккензену. Здесь все, что мы знаем о нем. Петер Миллер, свободный репортер. Последний раз его видели в Батт-Годесберге, в отеле Дреэссен. Оттуда вы и начнете свои поиски. Вам также следует встретиться с его девчонкой. Представитесь сотрудником одного из журналов, с которыми он обычно сотрудничает, и если она знает, где он сейчас находится, она вам скажет. У него также достаточно заметная машина. Впрочем, все это вы найдете в нашем досье». «Мне понадобятся деньги», сказал Маккензен. Вервольф предвидел эту просьбу, подожил на стол пачку в 10 тысяч марок. «Другие инструкции будут?» уточнил убийцы. «Нет, вы должны найти его и убить», заключил Вервольф. 13 января, через пять дней после смерти в Бременской больнице Рольфа Гюнтера Кольба, эта новость дошла до Леона. Его северный коллега прислал письмо и водительские права бывшего эсэсовца. Леон нашел имя Кольба в своем списке и выписал его звание и личный номер. Затем он посмотрел список нацистских преступников, разыскиваемых Западной Германии. В нем Кольб не значился. Леон несколько минут вглядывался в лицо Кольба на фотографии в водительских правах, затем поднял трубку, позвонил Мотте на работу. «Это то, что нам нужно», сказал он, глядя на лежащий перед ним раскрытый документ. «Сержант эсэс, вступивший в организацию в 19 лет перед самым концом войны. У них, видимо, не хватало людей». «Лица у Кольб и Миллера совершенно не похожи. Даже если Миллера заграммировать, а я не люблю этого, с близкого расстояния разница будет заметна. Но по росту и сложению они почти одинаковы. Так что нам будет нужно наклеить новую фотографию. Понадобится дубликат печати управления дорожной полицией Бремена. Но время терпит. Попробуй что-нибудь придумать». Когда Мотте повесил трубку, Леон набрал номер в времени и отдал соответствующее распоряжение. «Теперь мы начнем разучивать песни», сказал Альфред Остр своему подопечному. «Вам знакома песня «Хорст Вессель», «конечно», ответил Миллер, «это нацистский марш». Остр напел несколько первых нот. «Да-да», сказал он Миллер, «мелодию я знаю хорошо, а вот слова не помню». «Хорошо». «Всего вы должны выучить около десяти песен». «Это на всякий случай, если вас спросят, но «Хорст Вессель» самое главное. Когда будете кругу комараден, возможно, придется петь ее вместе со всеми. Незнание слов будет равняться смертному приговору. А теперь повторяйте за мной. Флаги реют в вышине, ряды сомкнуты». Было 18 января. Маккенсон сидел в баре мюнхенского отеля «Швейцерхоф» и размышлял над своей задачей. Он уже побывал в автосалоне фирмы «Ягуар» и, взяв там проспекты с фотографиями спортивных машин серии ХК-150С черного цвета, выяснил, как они выглядят. Но автомобили с желтыми полосами нигде не было видно. След Миллера из Батт-Годесберга вел в Кельнский аэропорт. Там Маккенсон узнал, что журналист летел в Лондон, вернулся через 36 часов после Нового года. Затем «Ягуар» и он сам исчезли. Очаровательная подружка Миллера сообщила Маккенсону, что получила письмо из Мюнхена своего приятеля, в котором он сообщал, что задержится в этом городе на неопределенное время. Маккенсон целую неделю безрезультативно обыскивал все отели, автостоянки, гаражи, бензоколонки баварской столицы. Миллер как сквозь землю провалился. Покончив с коктейлем, Маккенсон отправился звонить Вер Вольфу. Он даже не подозревал, что «Ягуар» с желтыми полосами находится всего в километре от него, во внутреннем дворике между антикварным магазином и частным домом, в котором жил Леон и откуда руководил своей маленькой армией фанатиков. В регистратуру Бременской городской больницы вошел человек в белом халате со стетоскопом на шее с виду обычный интерн. «Я хотела бы посмотреть историю болезни одного нашего пациента Рольфа Гентера Кольба», обратился он к медсестре. Женщина не узнала его, но это ни о чем не говорила. В больнице всегда работало много интернов и запомнить их всех было невозможно. Посмотрев в картотеке, она вытащила историю болезни Кольба, протянула ее врачу. Звонил телефон, она слила трубку. Интерн сел в одно из кресел и присмотрел историю болезни. В ней было записано, что Кольба в бессознательном состоянии подобрала на улице скорую помощь. Обследование выявило у него рак желудка в последней стадии. Хирургическая операция была уже бесполезна и больному проводилось симптоматическое лечение, в основном наркотическими анальгетиками. На последней страничке была короткая запись. Больной скончался в ночь в 8-е на 9-е января. Причина смерти карцинома желудка. Ближайших родственников нет. Корпус деликции похоронен за счет муниципалитета 10-го января. Ниже стояла подпись лечащего врача. Незаметно вынув этот последний лист, интерн вставил на его место другой, принесенный им самим. В новой эпикризе было сказано, несмотря на тяжелое состояние при поступлении, в результате проведенной терапии карцинома регрессировала. Больной подготовлен для перевода в реабилитационное отделение 16-го января. По его просьбе автомобилем скорой помощи он был отправлен на долечивание в клинику Аркадия в Дельменхорст. Ниже следовала неразборчивая подпись. Вернув историю болезни медсестре, интерн поблагодарил ее и вышел. Это произошло 22-го января. Через три дня Леон получил сообщение, которое окончательно решило все его проблемы. Служащий туристического бюро Северной Германии известил его о том, что некий владелец пекарни из Брэмхервана только что купил себе и своей жене билеты в четырехнедельный зимний круиз. В воскресенье 16 февраля они должны отплыть на Карибские острова. Этот человек во время войны имел чин полковника СС и сейчас является членом Одесса. Леон приказал Мотти купить руководство по хлеба пекарному делу. Верь Вольф недумевал. В течение последних трех недель во всех крупных городах Германии его подчиненные искали Миллера и его Черный Ягуар. Гамбургская квартира гараж журналиста находились под наблюдением. Был нанесен визит женщине средних лет живущей в Осдорфе, но она ничего не знала о местонахождении сына. Несколько раз звонили Сиги от имени редактора большого иллюстрированного журнала с предложением срочной весьма выгодной работы, но девушка неизменно отвечала, что она уже давно не получала вестей от своего приятеля. Проверка в его банке в Гамбурге показала, что Миллер с ноября ни разу не пользовался чековой книжкой. Одним словом он исчез. Было 28 января, когда Вервольф против своего желания вынужден был сделать телефонный звонок. Он поднял трубку и набрал номер. Через полчаса высоко в горах человек положил трубку и несколько минут продолжал неподвижно сидеть в кресле. Был вечер пятницы, он только что приехал в свое загородное имение на уикенд, когда раздался телефонный звонок. Он встал, прошел через элегантно обставленный кабинет, подошел к окну. Свет, падавший из комнаты, освещал заснеженную лужайку перед домом и опушку сосновой рощи, занимавшей почти всю территорию имения. Он всегда мечтал иметь такой загородный дом в горах, еще с тех пор, как мальчишка попал на Рождество в один из богатых домов недалеко от Граца. Теперь у него был такой же собственный, и он любил его. Он был значительно лучше домика пивовара, где он рос, лучше его особняка в Риге, в котором он прожил четыре года, лучше меблированной комнате в Буэнос-Айресе и лучше, чем номер каирского отеля. Это был дом, который ему всегда хотелось иметь. Телефонный звонок обеспокоил его. Он ответил звонившему, что пока не заметил ничего подозрительного. Никто не крутится ни у дома, ни на фабрике, не задает о нем вопросов. Но все же на душе стало неспокойно. Миллер? Какой еще Миллер? И хотя звонивши заверил его, что журналисты в ближайшее время ликвидируют, положение, видимо, было очень серьезным. С завтрашнего дня к нему приставят личного телохранителя, оформив его в качестве шофера, который останется у него, пока Миллера не уберут. Резким движением он задернул шторы и отвернулся от окна. Единственным звуком в кабинете было веселое потрескивание сосновых дров в камине. Выложенный красным кирпичом, огороженной массивной железной решеткой с орнаментом в виде виноградных листьев, камин представил собой предмет его особой гордости. Он приказал сложить его сразу же после покупки дома. Дверь приоткрылась, в образовавшейся щели показалась голова жены. «Ужин готов», позвала она. «Иду, дорогая», ответил Эдуард Рошман. На следующее утро, в субботу, уединение острое Миллера нарушили прибывшие из Мюнхена гости. Их было четверо. Леон, Мотти, еще какой-то человек с черным чемоданчиком. Шофер оставался в машине. Войдя в гостиную, Леон велел незнакомцу отправиться в ванную и все приготовить. Тот кивнул и вышел. Леон сел за стол, пригласил острое Миллера занять свои места. Мотти остался стоять у двери, держа в руке фотоаппарат со вспышкой. Леон достал из кармана водительские права, протянул их Миллеру. Место для фотографий было пусто. Вы будете выдавать себя за этого человека, сказал Леон. Рольф Гюнтер Кольб. Родился 18 июня 1925 года. Таким образом, к концу войны вам было 20 лет, а сейчас 38. Вы родились и выросли в Бремене. В 1935 году в 10-летнем возрасте вступили в Гитлер Югенд. В СС 14-го года, с 18-ти лет. Родителей нет, они погибли во время воздушного налета на Бременские доки в 1944 году. Миллер молча разглядывал удостоверение. А где он проходил службу в СС, спросил Остер. Нам теперь осталось от работы только его карьеру. Он что, уже усвоил все остальное, удивился ли он? Да еще как, довольно откликнулся Остер. Вчера я устроил ему двухчасовой экзамен, и он отвечал без запинки. Он может теперь выдержать любую проверку, пока ему не начнут задавать вопросы о его службе. Этого он ничего не знает. Леон кивнул, пролистывая какие-то бумаги, которые достал из своего дипломата. Карьеру Кольба в СС мы не знаем, сказал он. Но, по-видимому, она была незначительной, поскольку его нет ни в одном списке разыскиваемых военных преступников. С одной стороны, это нам на руку, в организации вряд ли кто-нибудь слышал о нем. Но, с другой стороны, в этом случае ему незачем было бы скрываться просить защиты Одесса. Так-то нам пришлось самим выдумывать ему карьеру. Вот она. Он протянул бумаги острую, тот стал быстро читать. Закончив, он кивнул, то, что нужно, вполне правдоподобно совпадает с подлинными событиями. Этого вполне достаточно для ареста в случае поимки. Леон удовлетворенно улыбнулся. Значит, этому вы и будете учить его. К счастью, мы нашли ему поручителя. Он из Брэмерхавена, бывший полковник СС, сейчас владеет булочной. 16 февраля он вплывает в морской круиз. Когда Миллер будет представляться, а это будет после 16 февраля, он покажет письмо от булочника с подтверждением того, что его работник, действительно бывший СС-овец, действительно попал в беду. К этому времени судно уже будет далеко и с ним невозможно будет связаться. Кстати, он повернулся к Миллеру по тянулому книгу, если 1945 года вы работали в булочной. Он не упомянул, что бывший полковник СС вернется через 4 недели и после этого жизни Миллера будет угрожать опасность. А сейчас мой парикмахер несколько изменит вашу внешность, сказал Леон Миллер. После этого мы сфотографируем вас для водительских прав. В ванной парикмахер сделал Миллеру очень короткую стрижку с едва заметным пробором слева и выщипал брови. Теперь он выглядел заметно старше. «Редкие брови не делают человека старше», объяснил парикмахер. «Они просто не позволяют определить возраст с большей точностью чем 6-7 лет. И еще. Вам придется отрастить усы, причем очень густые, примерно такой же толщины, что и губы. Это прибавляет годы. Вы сумеете сделать это за 3 недели?» Миллер, знавши, что усы у него растут быстро, кивнул. Он взглянул в зеркало. Сейчас он выглядел лет на 35, а усы прибавит недостающие 4. Когда они закончили и вернулись в гостиную, Миллер сел напротив белой простыни, натянутой острым элеоном, а Мотти сделал несколько снимков. «Ну и прекрасно», сказал он, «через 3 дня права будут готовы». Когда гости уехали, остр повернулся к Миллеру. «Итак, Кольп», сказал он, «Вы проходили подготовку в тренировочном лагере Дахау. Затем с июля 1944 года были направлены в концлагерь Флоссенбург, где прослужили до конца войны. В апреле 1945 года выруководили казнью бывшего шефа Абвера, адмирала Канариса и других армейских офицеров за подозренную гестапо в участии в покушении на Гитлера до июля 1944 года. Вполне резонно, что за это вы опасаетесь ареста. Адмирал и его люди отнюдь не были евреями. Так что за работу, подходило к концу, когда генерал Амир поднял руку и сказал «В заключении еще один момент, хотя я считаю, что это несущественно». Леон сообщил из Мюнхена, что уже некоторое время занимается подготовкой молодого немца, чистокровного арийца, у которого имеется большой зубный эсэс и собирается внедрить его в Одесса. Его зовут Петер Миллер. «А какие мотивы?» подозрительно спросил один из собравшихся. Генерал Амир пожал плечами. «У него какие-то счеты с бывшим капитаном эсэс Эдуардом Рошманом?» Шеф службы содействия евреям, проживающим в недружественных странах бывший польский еврей, поднял голову. «Эдуард Рошман, палач Риги?» «Совершенно верно». «Ого! Если бы мы его поймали, то доставили золотить бы старый долг». Генерал Амир покачал головой. «Я уже неоднократно повторял, что Израиль больше не занимается такими делами. Это приказ. Даже если этот парень найдет Рошмана, мы ничего не будем предпринимать. После дела Бенгала это был бы нож в спину Адунауру. Вся беда в том, что теперь, если в Германии умирает бывший нацист, в этом немедленно меняет израильтян». «Так что все-таки с этим немцем?» спросил шеф Шабак. «С его помощью я хочу установить имена новых специалистов, которые собираются в этом году в Каир. Для нас это вопрос номер один. Я отправлю в Германию нашего человека, чтобы он посмотрел на этого парня. Ничего другого, только посмотреть». «А у вас уже есть кто-нибудь на примете?» «Да», сказал генерал Амир. «Хороший, надежный работник». Он родился в Германии, в Карлсруе и без труда сможет сойти за немца. Он будет следить за действиями Миллера и сообщать мне обо всем». «А Леон?» спросил кто-то и сидящих. «Он не попытается использовать немца для своих целей? Леон будет делать то, что я ему прикажу?» жестко отрубил генерал Амир. «У него не может быть никаких своих целей». В это утро в Байрете Альфред Остер в очередной раз экзаменовал Миллера. «Окей», сказал Остер. «Какой девиз выбит на значке члена СС?» «Кровь и честь», быстро ответил Миллер. «Верно. Теперь повторите слова клятвы верности Адольфу Гитлеру». Миллер повторил слово в слово. «Теперь клятва члена СС?» Миллер повторил ее. «Что означает символ мертвая голова?» Миллер закрыл глаза и ответил, как его учил Остер. «Символ мертвая голова взят из древней германской мифологии. Он являлся эмблемой тех тевтонских рыцарей, которые поклялись пронести верность вождю и своим товарищам до гроба. Собственно, череп и перекрещенные кости и означают загробный мир». В силе ССовцы автоматически становились членами объединения мертвая голова. Нет, но клятва у них была одинаковая. Остер поднялся явно удовлетворенный. «Неплохо, общие вопросы вы усвоили. Теперь займемся частностями. Вы должны будете усвоить все о концлагере Флоссенбург вашим первым и единственным месте службы». В самолете компании Olympic Airways летевшим рейсом Афины-Мюнхен одно из кресел у окна занимал неприметный мужчина средних лет. Сидевший рядом немецкий бизнесмен после нескольких неудачных попыток завязать с ним разговор откинулся в кресле и углубился в чтение плейбоя. Его сосед продолжал смотреть вниз на Эгейское море. Скоро солнечный пейзаж восточного средизнаморья сменился живописными снежными вершинами Доломитов и Баварских Альп. Единственное в чем был уверен немецкий бизнесмен это то, что его сосед несомненно являлся соотечественником провинциалом, настолько хорошо тот владел языком и всеми характерными оборотами сельского жителя Германии. Однако этот бизнесмен возвращавшийся из греческой столицы после заключения торгового соглашения в Рилле мог бы ошибиться сильнее. Его соседом был Йозеф Каплан, родившийся в Карлсруе 33 года назад в семье еврейского ремесленника. Ему было три года, когда к власти пришел Гитлер, семь лет, когда родителей забрали, а его спрятали соседи, и десять лет, когда его все-таки нашли и тоже увезли на черной автомашине в 1940 году. Следующие пять лет своей жизни он провел в различных конституционных лагерях, пока в 1945 году его не освободили какие-то люди, говорившие на другом языке и произносившие слова Через два года, поправившись на несколько фунтов, 17-летним юношей он вступил на палубу парохода президент Варфель, прозванного его пассажирами Иксодус, и через некоторое время сошел на новую землю, находящуюся за многие тысячи миль от Карлсруя и Дахао. За прошедшие с того времени года он много успел, многому научился, отслужил в армии, обзавелся женой и двумя детьми, но по-прежнему сохранил все пожирающую ненависть к той стране, в которую сейчас направлялся. За последние десять лет, уже в третий раз спрятав свои чувства, он превращался в немца. Соответствующая служба снабдила его всем необходимым для исполнения роли немецкого торговца-мануфактурой, паспортом, письмами, карточками и другими документами, которыми обычно пользуются западные европейцы. Когда земля скрылась под тяжелым отдающим холодом тучами, он взрыв повторил про себя свою задачу, которую объяснял ему немногословный полковник в течение нескольких дней, проведенных на одной из ферм, выращивающей так мало фруктов, так много израильских агентов. Он станет контролировать действия молодого немца, всего на четыре года моложе его, который должен будет сделать то, что не удавалось до сих пор никому, проникнуть в Одесса. Следить, выявлять его успехи, фиксировать всех, с кем тот будет контактировать и выяснить, удастся ли немцу найти человека, занимающегося вербовкой германских ученых для работы надегипетской ракетной программой. Ни в коем случае не обнаружить себя и самому не вести поиск. Затем подробно сообщить в Тель-Авив обо всем, чего удалось добиться молодому немцу, прежде чем того раскроют. В том, что немца в конце концов раскроют, никто не сомневался. Что ж, он выяснит все, что ему поручено, несмотря на то, что такая работа ему не по душе. Впрочем, никто и не требовал, чтобы ему нравилось вновь стать немцем, находиться среди них, разговаривать на их языке, смеяться и шутить вместе с ними. Если бы от него этого потребовали, он отказался бы. Он по-прежнему ненавидел их всех, и молодого журналиста в том числе. И он знал, что ничто не сможет изменить его отношение к этому народу. На следующий день Леон в последний раз приехал к Остеру. На этот раз, кроме Мотти, его сопровождал какой-то человек лет 35, которого Леон представил просто как Йозефа. За все время тот не произнес ни единого слова. «Кстати, сказал Мотти Миллеру, я отогнал вашу машину на общественную стоянку недалеко от рынка». Он передал Миллеру ключи и добавил, «Только ни в коем случае не пользуйтесь ею. Во-первых, она слишком заметна, а во-вторых, по легенде, вы всего лишь хлебопек, к тому же находящийся в бегах после того, как вас опознали как бывшего охранника концлагеря. Такой человек не может иметь игуар. Пользуйтесь железной дорогой». «Вот ваши водительские права с новой фотографией. Если вас спросят, скажете, что у вас был Volkswagen, но вы оставили его в Бремене, так как по номеру полиция могла бы найти вас». Миллер открыл права. На фотографии он был изображен с короткой стрижкой, но без усов. Сам он уже отпустил усы и должен был объяснить, что отрастилось для конспирации. Человек, который, не подозревая об этом, является вашим гарантом, уехал сегодня утром из Бремерхавена в морской круиз. Он бывший полковник СС. Сейчас владеет хлебопекарней, в которой вы якобы работали до последнего времени. Его зовут Йохим Эберхард. Вот его письмо к человеку, к которому вы отправитесь. Бумагу вы взяли из его конторы, она настоящая. Подпись «Очень хорошая подделка». В письме говорится, что вы бывший член СС. Отличный парень, которому не повезло и приходится скрываться после того, как вас опознали. В письме содержится просьба помочь вам получить новые документы. Леон передал Миллеру письмо. Прочитав, Миллер положил его обратно в конверт. «Закривайте конверт», сказал Леон, и Миллер выполнил приказание. «Кому я должен буду обратиться?» спросил журналист. Леон протянул ему листок с именем и адресом. «Вот, сказал он, он живет в Нюльберге. Кем он был во время войны, мы не знаем, поскольку он живет под явно вымышленным именем. Однако в одном мы точно уверены, что он занимает видное место в Одессе. Он наверняка знает Эберхарда, поскольку тот является важным звеном в цепи, которую Одесса имеет в Северной Германии. Поэтому возьмите эту фотографию Эберхарда и внимательно изучите ее. Возможно, этот человек спросит вас, как выглядит Эберхард. Миллер посмотрел несколько секунд на фотографию и вернул ее Леону. «Хотя вы и готовы», продолжал Леон, «нужно выждать несколько дней, пока корабль Эберхарда не выйдет из зоны действия берегового радиотелефона. Когда судно будет примерно на середине Атлантики, то есть в следующий четверг, вы сможете начать действовать». Миллер кивнул в знак согласия. «Хорошо, в четверг-то в четверг». «И последнее», сказал Леон, «помимо поимки Рошмана, нам хотелось бы также выяснить, кто из деятелей Одессы в настоящее время занимается обработкой немецких ученых с целью склонить их к работе над ракетами для Египта. Этой работой ФРГ занимается кто-то из членов организации, и нам нужно знать, кто именно». «И пожалуйста, поддерживайте с нами контакт. Звоните только из уличных автоматов вот по этому номеру». Он передал номеру листок с телефоном. «У этого аппарата всегда кто-нибудь будет дежурить? Собращайте обо всем новом, что удалось выяснить и в любое время». Через 20 минут гости уехали. На заднем сидении, возвращавшись Семенхен в машине, молча сидели Леон и Йозеф. Когда исчезли последние рынки Байретта, Леон слегка толкнул плечом израильского агента. «Почему вы такой задумчивый?» спросил он. «Ведь все идет хорошо». Йозеф оторвал взгляд от окна, взглянув на Леона. «Насколько вы уверены, что Миллер чего-нибудь достигнет?» спросил он. «Чего-нибудь? Это у меня лучший шанс, который нам когда-либо представлялся, чтобы внедрить его в организацию. Вы слышали, что сказал Остер?» «Миллер способен доказать, что он действительно являлся членом СС при любой проверке, если, конечно, не потеряет голову». На Йозефа слова Леона не произвели, однако, никакого впечатления. «Моей задачей является постоянно следить за каждым его движением, докладывать о каждом человеке, с которым он вступает в контакт, и о его положении в организации. И все же я считаю, что его не следовало бы отпускать одного в надежде, что он станет докладывать о своих находках по телефону. А если он не будет звонить?» Леон буквально взорвался от ярости. Этот вопрос, видимо, обсуждался уже не в первый раз. «Послушайте, что я вам скажу. Я нашел его, и внедрить его в Одессу это моя идея. Он мой агент. Я потратил годы, дожидаясь подобного случая, и я не хочу, чтобы кто-нибудь прикрывал его и тем самым навлек на него подозрения». «Он любитель. Я профессионал», невозмутимо ответил Йозеф. «Он к тому же не еврей и чистокровный ариец», продолжал Леон. «До того, как его разоблачат, он сообщит нам имена первых десяти деятелей Одессы. Тогда мы займемся ими. Один из них наверняка и будет главным вербовщиком ракетчиков. Можете не беспокоиться, мы найдем его, и он скажет нам имена тех, кто согласился поехать к Насуру». В Байретте Миллер стоял у окна, смотрел на падающие снежинки. Он вовсе не собирался ничего сообщать по телефону, который ему дал Леон. Его совсем не интересовала вербовка ракетчиков. Его по-прежнему интересовал лишь один человек — Эдуард Рошман. Глава двенадцатая. Вечером в среду, 19 февраля, Петер Миллер покинул коттедж Альфреда Остера в Байретте и направился в Нюрнберг. Бывший офицер СС попрощался с ним на Хельсе. «Желаю вам счастья, Гольб. Я научила вас всему, что знал. Теперь позвольте дать вам на прощание последний совет. Я не знаю, как долго вам удастся скрываться под этим обличием. Скорее всего, недолго. Так вот, как только у вас возникнут малейшие сомнения, что вас подозревают, бросаете все и возвращаетесь к обычной жизни». Ничего не ответив, Миллер зашагал по дороге и Остер, бормоча себе под нос, что более идиотской затеи он не видел, захлопнул дверь и вернулся в дом. Пройдя примерно миллю, Миллер оказался на железнодорожной станции и купил билет на ближайший поезд до Нюрнберга. Однако, когда он подал свой билет контролеру при выходе на перрон, он неожиданно услышал от него, что поезд задерживается. «А что случилось?» удивился Миллер. Немецкие железные дороги всегда отличались четким соблюдением графика. В горах сошла снежная лавина, сейчас там идут восстановительные работы. За годы работы в журналистике Миллер привык ко всяким залам ожидания. Он провел в этих неумутных, холодных помещениях массу времени. Взяв в маленьком санкционном буфете чашку кофе, Миллер еще раз взглянул на свой билет. Он уже был прокомпостирован. Миллер подумал о своем Ягуаре. Ведь он может оставить его в Нюрнберге на другом конце города, далеко от того адреса, который ему дали. Если после разговора его пошлют куда-нибудь в другое место, он оставит Ягуар в Мюнхене. Он спрячет его в гараже и никому не придет голову искать его там. С другой стороны, неплохо иметь под рукой средства передвижения на непредвиденный случай. К тому же, Миллер был уверен, что во всей Баварии нет ни одного человека, слышавший о нем и его машине. Он вспомнил о предупреждении Мотти относительно того, что Ягуар слишком приметная машина. Он тут же подумал, что час назад Остр предупредил его о возможной ситуации, когда придется быстро уносить ноги. Конечно, использовать Ягуар это риск, но несравненно меньше, чем то дело, которое он затеял. Через пять минут Миллер допил кофе, вышел со станции отправился обратно. Еще через десять минут он уже сидел за рулем автомобиля, направляясь из города. Путь до Нюрнберга был недолг. Поставив машину на одну из боковых улочек, Миллер зарегистрировался в отеле через два квартала и пешком, виновав королевские ворота, углубился в древний город Альбрехта-Дюрера. Уже стемнело. Уличный свет, падающий на стены старинных зданий и почти полное отсутствие прохожих, создавали иллюзию Средневековья, когда франконские короли правили этим одним из богатейших торговых городов Германии. Трудно было представить, что все эти здания были сооружены после 1945 года. Они полностью воссоздавали облик города с узкими улочками, застроенными домами с островерхими крышами, который существовал на старых схемах и картах и был стерт с лица земли во время бомбардировок союзников в 1943 году. Миллер отыскал нужный дом в двух кварталах от главного рынка прямо напротив двухшпильного собора святого Сибальда. Имя владельца на двери совпадало с тем, которое было указано на конверте с рекомендательным письмом от бывшего полковника СС Эберхарта из Бремена. Миллер ни разу не видел Эберхарта и мог лишь надеяться, что человек в Нюрнберге, к которому он пришел, тоже не знал его в лицо. Вернувшись к главному рынку, Миллер поискал место, где смог бы поужинать. Миновав две или три установил свой выбор на маленькой сосисочной, расположенную на углу площади напротив дверей собора. Это было небольшое уютное заведение с террасы, с которой владелец кафе сметал снег. Войдя вовнутрь, Миллер блаженно вдохнул в себя запах кухни. Все места за деревянными столами были заняты, но два человека в углу уже заканчивали есть, и он поспешил занять их место, кивнув и улыбнувшись в ответ на их пожелание приятного аппетита. Он заказал фирменное блюдо, дужу мы маленьких мюрденбергских сосисок в соусе и бутылку вина. Поев, Миллер откинулся на стул и стал пить вино маленькими глотками. Он прекрасно себя чувствовал, ему нравилось сидеть, глядя на живые язычки пламени в камине, смотреть на веселую компанию за соседним столом, поющую франконскую застольную песню, степившись руками, раскачиваясь в такт музыки, с непременным гиканьем в конце каждого куплета. Затем, вернувшись к своим делам, он подумал, стоит ли подвергать свою жизнериску, разыскивая человека, совершившего свои преступления двадцать лет назад? Не лучше ли бросить все, сбрить усы и вновь отрастить волосы и вернуться в Гамбург, к Сиге? Подошел официант, положил перед ним счет со словами Битышен и отошел. Миллер полез в карман за бумажником, его пальцы коснулись фотографии. Вытащив, он взбанул на нее. Лицо с бесцветными глазами, с прожилками сосудов, крысиный рот смотрел на него поверх мундира с двумя серебряными молниями. Пробомотав, ты дерьмо, он взял фотографию за уголок, поднес ее к пламени свечи, горевшей на столе. Когда картон вспыхнул, он бросил его в пепельницу. Больше эта фотография ему уже не понадобится. Миллер знал, что узнает этого человека, если встретит. Заплатив по счету, он встал, застегнул пальто и, выйдя на улицу, быстро зашагал в сторону отеля. Примерно в это же время у Маккензена состоялся неприятный разговор с Нюрнбергом. «Куда к черту он пропал?» кричал в трубку взбешенный, сбитый с толку Вервольф. «Не мог же он провалиться сквозь землю, спариться в воздухе? У него самая заметная машина во всей Германии, вы ищете его шесть недель и все без толку». Маккензен терпеливо ждал, когда уляжется буря. «Вы правы», начал он. «Однако я сделал все, что мог. Был у него дома, говорил с подружкой, матерью, коллегами, по работе. Никто ничего не знает. Его машина все это время по-видимому находится в каком-то гараже, а сам он лег на дно. После того, как он уехал из аэропорта и отправился на юг, его никто не видел». «Мы должны найти его», повторил Вервольф. «Он не должен и близко подобраться к нашему другу, это было бы катастрофой». «Он обязательно покажется», убежденно сказал Маккензен. «Рано или поздно ему придется высунуться на свет, тогда мы и возьмем его». Вервольф оценил кладнокровие и логику профессионального убийцы. «Хорошо, в таком случае я попрошу вас быть поблизости от меня, снимите номер в отеле и ждите там». «Так точно, как только я найду гостиницу, сообщу вам свои координаты, там вы найдете меня в любое время». Пожелав своему начальнику доброй ночи, он повесил трубку. Около девяти часов на следующее утро Миллер стоял перед нужным домом, нажимал кнопку звонка. Он хотел встретиться с этим человеком перед тем, как туда отправиться на работу. Дверь открыла служанка и указав ему, где можно подождать, пошла доложить хозяину. Через десять минут в гостиной вошел элегантно одетый человек лет пятидесяти пяти, с весьма представительной внешностью, темноволосый, с чуть тронутыми седяной висками. Комната, как успел заметить Миллер, была под стать хозяину, элегантной, дорогой, со вкусом отделанной. Взглянув без любопытства неожиданного посетителя, отметив про себя недорогую одежду рабочего человека, он спросил, чем могу быть полезен? Посетитель казался весьма смущенным окружающей обстановкой. «О, герр, доктор, я надеюсь на вашу помощь!» «Что же», — сказал человек из Одесса, «моя контора недалеко отсюда, вам следует обратиться к секретарю и изложить свое дело». «Видите ли, это не совсем то, что вы думаете», — ответил Миллер. Он говорил на гамбургско-бременском диалекте, на языке рабочего класса. Он находился в очевидном смущении и вместо продолжения Буннен из кармана конверт протянул его собеседнику. «Это письмо дал мне человек, который посоветовал обратиться к вам». Человек из Одесса молча взял письмо, распечатал его и быстро пробежал глазами. Затем, слегка нахмурившись, он взглянул поверх листка на Миллера. «Я понял, герр Кольп. Вам лучше присесть». Он указал Миллера на одно из кресел, а сам устроился на стуле. Несколько минут он пристально разглядывал своего гостя, затем внезапно прервал молчание. «Как вы сказали, вас зовут?» «Кольп». «Имя?» «Вольф Бюнтер». «У вас есть с собой какие-нибудь документы?» Миллер выдался растерянным. «Только водительские права. Позвольте мне на них взглянуть». Адвокат, а это и было занятие человека, к которому обратился журналист, протянул руку. Миллеру пришлось встать, чтобы, достав водительское удостоверение, вручить ему. Тот расклыл документ, внимательно изучил, особенно тщательно встречая фотографию с внешностью Миллера. По-видимому, сравнение его удовлетворило, однако вопросы продолжались. «Когда вы родились?» «День рождения?» «О, 18 июня. В каком году, Кольб?» «25-м». Адвокат еще несколько минут изучал права, затем встал. «Подождите здесь», сказал он, и вышел. Закрыл с собой дверь, он прошел через весь дом в свой кабинет, где обычно принимал клиентов. Там он открыл сейф и, достав толстую книгу, перелистал страницы. Имя Йохима Эберхарда было ему знакомо, хотя лично они и не встречались. Он не знал чина Эберхарда в СС. В книге он обнаружил, что Эберхард получил звание полковника войск СС 10 января 1945 года. Перелистав еще несколько страниц, адвокат нашел фамилию Кольба. Кольбов было семеро, но только один из них носил имя Рольф Гмиттер. С апреля 1945 года сержант СС. Родился 18 июня 1925 года. Адвокат закрыл книгу, спрятал ее в сейф и вернулся к посетителю. «Видите ли, я совсем не уверен, что смогу помочь вам», сказал он, усевшись на стул. Миллер закусил губу и кивнул. «Мне больше некуда идти, Герр. Когда за мной начали следить, я обратился к Геру Эберхарду, а тот направил меня к вам. Он сказал, что если вы не поможете, то больше никто не сможет». Адвокат откинулся на спинку стула и посмотрел на Миллера. «Непонятно. Почему он не позвонил мне сам?» спросил он. Миллер пожал плечами. «Возможно, я не хотел делать это по телефону», предположил он. Адвокат насмешливо посмотрел на него. «Может быть и так», произнес он. «Будьте добры, расскажите, что вообще с вами произошло». «О да, конечно, Герр. Меня узнал один человек, и потом я увидел, что за мной идут. Тогда я сбежал. Мне пришлось это сделать». Адвокат кивнул. «С самого начала, если можно», попросил он. «Кто опознал вас? В качестве кого?» Миллер набрал побольше воздуха. «Так вот, Герр, я из Бремена. Я там живу, там и работаю. Работал до того, как это случилось. У Гера Эбберхарда в пекарне. Четыре месяца назад я шел по улице. Там стояла большая очередь зачем-то. Я очень плохо себя чувствовал в тот день. Сильно болел живот. Когда я стал обходить эту очередь, то упал на мостовую. Меня отправили в больницу». «В какую?» «В городскую больницу Бремена. Они обследовали меня и сказали, что у меня рак желудка. Я подумал, что это судьба». «Да, некоторым выпадает и такая судьба», механически подтвердил адвокат. «Я тоже так подумал, Герр. Но, к счастью, это обнаружили на ранней стадии. Мне провели лечение, через некоторое время опухоль уничтожили. Даже не потребовалось операции. Как я вижу, вы счастливчик». «А как вас все-таки опознали?» «Это санитар в госпитале. Он был еврей и все время смотрел на меня. Каждый раз, когда он дежурил, он приходил посмотреть на меня. Знаете, он так странно смотрел и меня это беспокоило. Не то, как он смотрел. Его взгляд словно говорил, «Я знаю тебя». Я его не узнал, но уверен, что он знает меня. А дальше? Было видно, что адвоката заинтересовал рассказ. Примерно месяц назад врачи сказали, что мои дела улучшились и перевели меня в восстановительное отделение. В нашей пекарне существует система страхования, лечение мне оплачивали. Перед тем, как меня перевели из городской больницы, я вспомнил его. Я имею в виду этого жиденыша. Он был заключенным во Флоссенбурге. Адвокат поднул руку, прервав рассказ Миллера. «Кем вы были во Флоссенбурге?» «Да, как раз хотел это сказать. Я служил там. Я вспомнил, что видел этого санитаря там. Его имя я узнал в больнице, а во Флоссенбурге он был в числе той группы заключенных, которые сжигали тела адмирала Канариса и его офицеров, расстрелянных нами за участие в покушении на фюрера». Адвокат удивленно взглянул на него. «Вы что, были среди тех, кто казнил адмирала Канариса?» Миллер расплавил плечи. «Я командовал экзекуационным взводом», просто ответил он. «Они же были предателями, правда? Они хотели убить фюрера». Адвокат улыбнулся. «Мой дорогой, ну что вы, я ни в коем случае не осуждаю вас. Конечно, они были предателями. Канарис к тому же передавал информацию союзникам. Они все были предатели. Эти армейские свиньи от рядовых до генералов. Просто я никогда раньше не встречался с теми, кто казнил их». Миллер слабо улыбнулся. «Да, но теперь многие хотели бы расправиться со мной за это. Я имею в виду, что убивать евреев это одно дело, но Канарис и его подручные совсем другое. Это чуть ли не национальные герои». Адвокат кивнул. «Да, это может вам дорого обойтись при нынешнем правительстве Германии. А что было дальше? Меня перевели из городской больницы и больше я не видел этого еврея. И вот в прошлую пятницу мне позвонили в восстановительное отделение, где я лежал. Я подумала, что это звонят из нашей пекарни, но этот человек не назвал своего имени. Он сказал, что случайно оказался в курсе дела и что одна свинья сообщила про меня в Людзвездбург. Теперь меня собираются арестовать. Я не знаю, кто это звонил, но похоже, он знал, о чем говорил. У него был такой официальный голос, если вы понимаете, что я имею в виду». Адвокат, понимающий, кивнул. «Скорее всего, наш друг из Бременской полиции». «И что вы сделали?» Миллер удивленно посмотрел на него. Удрал, конечно. «А что мне оставалось сделать? Я был в растерянности, не знал, как быть. Домой не пошел, так как меня там могли уже ждать. По этой же причине я не воспользовался своим Фольксвагеном. В пятницу ночью я спал в отеле, в субботу утром меня осенила идея. Я пошел домой к Геру Эберхарду, он был очень добр ко мне. На следующий утро он уезжал с фрау Эберхард в зимний круиз, но дал мне это письмо и сказал, что здесь мне помогут. «Почему вы решили обратиться за помощью к Геру Эберхарду?» «Ой, верите ли, я, конечно, не знал, чем он занимался во время войны, но он всегда ко мне хорошо относился. А примерно два года назад у нас была вечеринка для сотрудников. Мы все очень хорошо выпили, ну вы понимаете. Я пошел в туалет, там был Гер Эберхард, он мыл руки и напевал. Он напевал Хорст Вессель, и я стал подпевать ему. Так мы стояли, тихонько пели. Затем он хлопнул меня по плечу и сказал «Никому ни слова Кольб» и вышел. Я и не вспоминал об этом до сих пор. А тут я подумал, что он наверняка тоже был в СС, как и я, так что я отправился к нему. И он послал вас ко мне, Миллер кивнул. Как фамилия этого еврея из больницы? Харштейн, Герн. А в каком восстановительном отделении вы лежали? В клинике Аркадия, в Дерменхорсте, недалеко от Бремена. Адвокат снова кивнул, сделал несколько пометок в блокноте, который вытащил из кармана и поднялся. «Подождите здесь», сказал он. И вышел. Вновь пройдя в свой кабинет, он взял телефон, узнал по справочным номерам пекарни Эберхарда, Бременской городской больницы и клинике Аркадия. Вначале он позвонил в пекарню. Секретарша Эберхарда «Лер Эберхард сейчас в отпуске». «Нет, связаться с ним нельзя. Он, как всегда, проводит отпуск с фрау Эберхард на Калибских островах, вернется через 4 недели». «Могу ли я чем-нибудь помочь?» Адвокат заверил его, что помочь она ничем не может и повесил трубку. Затем он позвонил в городскую больницу Бременную в отдел кадров. «Говорят, из управления социального страхования из пенсионного отдела», сказал он. «Мне нужно узнать, работает ли у вас человек по фамилии Харштейн». На том конце провода возникла пауза, пока работница отдела кадров просматривала списки сотрудников. «Да, работает!» наконец ответила она. «Давид Харштейн!» «Не ободолю вас!» сказал адвокат из Нюрнберга и вновь повесил трубку. Набрав тот же номер, он попросил соединить его на этот раз с регистратурой. «Говорит секретарь хлебопекарной компании Эберхарда», сказал он. «Скажите, пожалуйста, каково состояние нашего сотрудника, который лечится у вас по поводу опухоли желудка? Его зовут Рольф Гюнтер Кольб». Вновь возникла пауза. Девушка из регистратуры нашла историю болезни Кольба и открыла последнюю страницу. «Он выписался», ответила она. «Его состояние улучшилось, и он был переведен в реабилитационное отделение». «Прекрасно», сказал адвокат. «А куда именно мне подскажете?» «В клинику Аркадия. Это в Даннельхорсте». Поблагодарив, адвокат набрал телефон клиники Аркадия, ответил женский голос. Услышав просьбу, медсестра прикрыла рукой трубку и повернулась сидевшим рядом с ней доктором. «Спрашивает про человека, о котором вы меня предупреждали. О Кольбе», сказала она. Трубку взял доктор. «Да», сказал он, «директор клиники доктор Браун. Чем могу помочь?» Услышав имя Брауна, девушка удивленно посмотрела на врача. Не обращая на нее внимания, он выслушал звонившего из Нилленберга человека и ответил, «Боюсь, что Геркольб самовольно покинул клинику в прошлую пятницу. Это довольно необычно, но я не смог остановить его. Да, его перевели к нам из Брэминской городской больницы. Опухоль желудка в стадии регресса». Послушав еще немного, он сказал, «Не за что, рад, что смог помочь вам». Доктор, чье настоящее имя было Роземайер, положил трубку, затем набрал мюнхенский номер. Не представляясь, он сказал, кто-то уже звонил относительно Кольба. По-видимому, проверка началась. В Диренберге адвокат, сделав последний звонок, вернулся к Миллеру. «Ну что ж, Кольб, вы действительно тот, за кого себя вы даете?» Миллер удивленно вытащил глаза. «Однако, у меня есть к вам вопросы». «Вы не возражаете?» Не обращая на него внимания, продолжал адвокат. По-прежнему, шарашенный гость кивнул головой. «Нет, Герр». «Хорошо». «Вам делали обрезание?» Миллер беспомощно оглянулся. «Нет, не делали», тихо ответил он. «Покажите». Спокойно попросил адвокат. Миллер по-прежнему сидел в кресле и смотрел на него. «Покажите, сержант», рявкнул тот. Миллер вскочил из кресла и встал по стойке смирно. «Субайфел», ответил он, затем расстегнул Миллер не на брюках и спустил их. Адвокат внимательно следил за ним, затем кивнул, разрешая Миллеру одеться. «Что ж, по крайней мере, вы не еврей», удовлетворенно продмотал он. Вернувшись с кресла, Миллер открыл рот. «Разумеется, я не еврей», «Одного из наших камераден». «Надолго их, правда, не хватало. Теперь расскажите мне о себе, а я по ходу дела буду задавать вам вопросы. Вкратце. Где вы родились?» «В Бремени». «Верно, это записано в вашем досье члена СС. Я проверял». «Вы были членом Гитлера Югенда?» «Да, я вступил туда в 1935 году, когда мне было 10 лет». «Ваши родители были национал-социалистами?» «Да, Герр». «Что с ними случилось?» «Они погибли во время бомбежки в Бремени». «Когда вы вступили в СС?» «Весной 44-го, Герр, 18 лет». «Где проходили подготовку?» «В тренировочном лагере СС в Тахау». «Вам сделали татуировку группы крови на правой руке?» «Нет, Герр, но ее делали на левой». «Почему вас не татуировали?» «Дело в том, что мы должны были закончить подготовку в лагере в августе 44-го и отправиться к месту службы войска СС. А в июле большая группа армейских офицеров, участвовавшая в заговоре против фюрера, была отправлена во Флоссенбург. Я и еще несколько человек были направлены туда для их охраны до окончания срока подготовки. Таким образом, мы пропустили татуирование и не участвовали в заключительном параде выпускников. Комендант сказал, что это неважно, но отсутствие группы крови, так как на фронт мы все равно не попадем». Адвокат кивнул, без всякого сомнения, в минуем 44-го года комендант понимал, что благодаря высадке союзников во Франции «Будовый кинжал, да, Герр?» его мне выдавал личный комендант. Что на нем было написано? «Кровь и честь, Герр?» Какой курс подготовки вы прошли в лагере Дахау? Полный курс военной подготовки, а также политико-идеологический курс в дополнение к тому, что я прошел в Гитлургенде. Как назывался песенный сборник, где была напечатана «Хорствессель»? «Время борьбы за нацию, Герр», где находился тренировочный лагерь Дахау в 10 километрах севернее Мюнхена и в 3 километрах от одноименного концлагеля. Какую форму вы носили? Серую-зеленую рубашку и брюки, армейские ботинки, черную куртку с лацканами с эмблемой на левом рукаве, черный кожаный люмин с металлической пряжкой. Что было изображено на пряжке? В центре свастика, вокруг нее надпись «Моя честь в верности». Адвокат поднялся и потянулся. Закуив сигарету, он подошел к окну. «Теперь расскажите мне о лагере Флоссенбург, сержант Кольп. Где он находился? На границе Баварии и Тюрингии, Герр. Когда он открылся? В 1944 году, Герр. Один из первых для тех скотов, которые были в оппозицию фюреру. Лагерь был большой? Когда я служил там, он был 300 метров на 300. Территория была окружена 19 вышками с пулеметами. Заключенные содержались на площади 120 на 140 метров. Господи, ну и повеселились мы тогда с этими жидами. Давайте без отступлений. Где содержались заключенные? В 24 бараках. Там были также кухня, баня, лазарет и различные мастерские. А где размещалась охрана СС в двух казармах? При них был магазин и бордель. Что делалось с телами умерших? Рядом с территорией был небольшой крематорий. В него из лагеря вёл подземный туннель. Какую работу в основном выполняли заключенные? Дробили камни в каменоломне Герр. Она также располагалась за территорией и была окружена колючей проволокой с вышками. Сколько человек было в лагере к концу 44-го года? О, примерно 16 тысяч Герр. Где было административное здание? Рядом с территорией Герр на пригорке. Кто был комендантом лагеря? До меня двое. Первым был майор СС Карл Кунстлер, затем капитан СС Карл Фрич, а потом комендантом стал подполковник СС Макс Кегель. Какой был номер политического управления? Второе управление Герр. Где она располагалась? В административном здании. Что входило в его обязанности? Следить за исполнением инструкций из Берлина об уничтожении некоторых групп заключенных. Адмирал Канарес и другие заговорщики входили в это число? Да, Герр. Они все были уничтожены. Когда это случилось? 20 апреля 1945 года, Герр. Американцы уже вступили в Баварию и пришел приказ уничтожить их. Это было поручено моему подразделению. Мы расстреляли Канареса и еще пятерых человек. Затем похоронная команда из евреев закопала трупы. Среди них и был этот Харштейн, чё ж бы его побрал. Затем мы уничтожили лагерную документацию, а через два дня пришел приказ перевести заключенных на север. По дороге мы услышали, что фюрер покончил с собой. Да, Герр, тогда офицеры оставили нас. Заключенные разбежались по лесам. Мы застрелили на несколько человек, но больше сделать ничего не могли. Я имею в виду, что кругом уже были янки. Последний вопрос о лагере, сержант. Что было в лагере такого, что можно было бы увидеть с любой его точки? Миллер удивленно задумался. Не знаю, Герр, наверное, небо. Черт, я имею в виду, что доминировал над местностью. О, вы, наверное, говорите о полуразрушенном монастыре на горе? Адвокат кивнул и улыбнулся. 14 век. Да, Кольп, теперь я вижу, что вы были во Флоссенбурге. А как вам удалось скрыться? Это было во время конвоирования. Все нас бросили. Я встретил солдата вермахта, застрелил его, переоделся в его форму. Через два дня меня схватили американцы. Потом я сидел два года в лагере для водонапленных, но говорил, что служил простым солдатом. Вы же знаете, все говорили, что янки расстреливают эсэсовцев якобы при попытке к бегству. Я говорил, что я служил в вермахте. Адвокат сделал глубокую затяжку. Вы были не один такой. Вы изменили имя? Нет, Герр, документы я, конечно, выбросил, потому что они выдавали во мне эсэсовца. Но имя я решил не менять. Я подумал, что вряд ли кто будет искать простого сержанта. В то время дело Канариса не казалось таким уж значительным. Только потом подняли шум вокруг этих армейских офицеров, устроили паломничество к тому месту в Берлине, где их арестовали. Потом мне выдали документы Федеральной Республики на имя Кольба. Ничего бы не случилось, если бы не этот санитар. Все верно. Что ж, давайте вернемся к тому, чему вас учили. Повторите-ка мне клятву верности Фиорову, сказал адвокат. Допрос продолжался три часа. Миллер был буквально выпотрошен и заявил, что бежал из больницы в спешке и не ел уже целый день. Было уже около двенадцати, когда адвокат удовлетворился. Что вам потребуется? Спросил он Миллера. Так как меня наверняка ищут, мне нужны такие документы, с помощью которых я смогу доказать, что не являюсь Рольфом Гюнтером Кольбом. Я могу изменить внешность, отрастить волосы, отпустить усы еще больше, найти работу в Баварии или еще где-нибудь. Ведь я все-таки пекарь, а люди не могут без хлеба. Первый раз за все время адвокат засмеялся. Вы правы, мой милый Кольб. Люди действительно не могут обойтись без хлеба. Очень хорошо. Теперь послушайте меня. Людям вашего уровня, как правило, никто не протягивает руку в беде. Мы попали в переплет только за того, что были настоящим немцем. Я постараюсь помочь вам. Сделать новое водительское удостоверение не составит труда. Однако вам нужна еще карточка социального страхования, а свидетельство о рождении предоставить вы не можете. Эту проблему можно решить, только получив новый паспорт. У вас есть какие-нибудь деньги? Нет, Гер, ведь я не заходила домой и за эти три дня, что прибирался к вам, потратил все, что у меня с собой было. Адвокат потянул ему купюру в 100 марок. У меня вам нельзя оставаться, а новый паспорт будет готов только через неделю. Вы отправитесь к одному моему другу, который сделает вам паспорт. Он живет в Штутгарте. Вы остановитесь в каком-нибудь отеле, затем свяжетесь с ним. Я предупрежу его о вашем приходе. Адвокат что-то написал в своем блокноте, вырвал листок и протянул его Миллеру. Там был написан адрес и имя. Его зовут Франц Байер. Здесь его адрес. Вы добираетесь до Штутгарта на поезде, не сняв номер в отеле, отправитесь к нему. Если вам понадобятся еще деньги, он вас выручит. Не старайтесь особенно не тратиться. Тихо живите в гостинице и ждите, пока Байер не сделает вам паспорт. Потом мы подыщем вам работу в Южной Германии и больше вас никто преследовать не будет. Склетав деньги и адрес Байера в карман, Миллер рассыпался в благодарностях. Герр, доктор, вы просто мой спаситель. Служанка проводила его до двери и Миллер прямым ходом отправился к автомобилю. Через час он уже мчался в направлении Штутгарта, а адвокат звонил Байеру, чтобы предупредить его о визите Рольфа Гюнтера Кольба, спасающегося от полиции. В то время прямого шоссе между Нюрнбергом и Штутгартом не было, и Миллер ехал через яркие франконские долины и горы Вертемберга, особенно живописно выглядевшие в этот яркий солнечный день. Ближе к вечеру на дороге стал образовываться гололед, и на отрезке пути от Ансабаха до Крайнсхайма Ягуар дважды занесло. Миллеру с трудом удавалось удержать машину на дороге. Наконец он сказал себе, что торопится никуда, что человек по имени Байер, который знает, как достать фальшивый паспорт, никуда не денется, В Штутгарт он прибыл уже в сумерках и быстро нашел отель на окраине, в котором был закрытый гараж. Ночной портье дал ему ключ от номера. Изучив карту города, лежавшую на столике в холле, Миллер отыскал улицу, где жил Франц Байер. Она находилась в пригороде Штутгарта в Остехеме, неподалеку от Виллеберг, в саду, который любили веселиться летними ночами вертенбергские принцессы со своими фреллинами. В руководстве с картой Миллер проехал по городу и остановился в четверти миле от дома Байера. Когда он выходил из машины, он заметил женщину средних лет, возвращавшуюся домой с еженедельного собрания комитета попечителей, проходившего в расположенном неподалеку госпитале. Около восьми вечера адвокат решил позвонить Байеру. Но чтобы убедиться, что беглец Кольб благополучно добрался до Штутгарта, ему ответила супруга Байера. О да, молодой человек был у нас, они с мужем только что вышли поужинать. Я хотел только удостовериться, что он доехал до вас целым и невредимым, вежливо сказал адвокат. Очень милый молодой человек, не обращая внимания, продолжала ворковать фрау Байер. Я встретила его, когда он подъехал на машине. Я как раз возвращалась с заседания нашего комитета, когда встретила его. Правда, он остановился далеко от дома, мог легко заблудиться. Вы же знаете, что у нас в Штутгарте это сплошные пешеходные улицы и дороги с односторонним движением. Простите, фрау Байер прорвал ее наконец адвокат. Этот человек не может пользоваться своим Фольксвагеном. Он приехал на поезде. Нет, нет, сказала фрау Байер, довольная тем, что может показать свою осведомленность. Он приехал на машине. Такой милый молодой человек, у него такая чудная машина. Я уверена, что он имеет огромный успех у девочек, но... Фрау Байер, выслушайте меня, только очень внимательно. Что у него была за машина? Ну, я точно не могу сказать, конечно, но это какая-то спортивная машина, длинная, черная, с желтой полосой на боку. Адвокат медленно положил трубку, затем вновь поднял ее и набрал нюрнбергский номер. Он сильно вспотел. Когда партия в отеле, в который он звонил, ответил, адвокат попросил соединить его с нужным номером. Что-то щелкнуло, и заспанный голос ответил. Алло! Маккензен, ряхнул Вервольф, быстро собирайтесь, мы нашли Миллера. Глава тринадцатая. Франц Байер был такой же веселый толстяк, как и его жена. Предупрежденный Вервольфом, он радостно встретил Миллера, когда тот позвонил в дверь в восемь часов вечера. Предоставив гости жене, он спросил, доводилось ли тому раньше бывать в Вертенберге. Узнав, что Миллер здесь впервые, он сказал, что же мы гордимся своим гостеприимством, к тому же вы, наверное, проголодались. Миллер ответил, что сегодня он действительно еще не ел. Байер выглядел расстроенным. Какая жалость! Вы должны поужинать, давайте-ка отправимся в город в какой-нибудь ресторанчик. Предупредив жену, он проводил Миллера в гараж, через десять минут они уже катили в центр на машине Байера. Если очень постараться, то из Нюрнберга до Штутгарта по старой дороге Е-12 можно доехать за два часа. А в эту ночь Маккензен вовсю давил на газ. Через полчаса после звонка Вервольф он уже был в пути и в половине одиннадцатого прибыл на место. Фрау Байер выглядел встревоженный, напуганный, после того, как Вервольф перезвонил и сообщил, что человек, представившийся Кольбом, совсем не тот, за кого выдает себя и, возможно, является полицейским и созаймителем. Приезд Маккензена и его манера разговаривать не прибавили ей спокойствия. Когда они ушли? Примерно восемь пятнадцать, пролепетала она. Они сказали, куда собираются пойти. Нет. Франц лишь сказал, что молодой человек не ел целый день, что он отведет его куда-нибудь поужинать. Я сказала, что могу что-нибудь приготовить сама, но Франц любит ходить в ресторан. Я не стала... Этот Кольб, вы говорили, что видели, как он парковал свой автомобиль. Где это было? Она описала ему улицу, где видела Ягуар, и объяснила, как туда добраться. Маккензен на минуту задумался. Вы можете предположить, в какой ресторан ваш муж повел этого типа? спросил он. Его любимое место это Тримавра на Фридрихштрассе, ответила фрау Байер, не задумываясь. Однако он обедает там обычно. Выйдя от Байеров, Маккензен первым делом отправился к Ягуару и внимательно осмотрел машину, чтобы удостовериться, как она выглядит. Вначале он решил подождать, пока Миллер вернется к машине. Мувервольф приказал ему вначале отыскать Байера, предупредить его об опасности и отослав домой заняться журналистом. Поэтому он не стал звонить в ресторан. Предупредить сейчас Байера означало бы показать Миллеру, что его раскрыли, тогда у него появится шанс скрыться вновь. Маккензен посмотрел на часы, было без 10.11. Он вновь сел в свой Мерседес и поехал в центр. В небольшом незрачном отеле, расположенном на окраине Мюнхена, на кровати дремал Йозеф, когда его разбудил телефонный звонок. Партье сообщил, что на его имя поступил Телекс. Спустившись вниз, он взял конверт и вернулся к себе. Расположившись в кресле, Йозеф начал читать. Сообщаем вам цены, по которым можно продавать нашу продукцию. Сельдерей – 481 марка, 53 пфеннинга. Динни – 362 марки, 17 пфеннингов. Апельсины – 627 марок, 24 пфеннинга. Грейпфруты – 313 марок, 88 пфеннингов. Список овощей и фруктов был очень длинный, и все они являлись предметами традиционного израильского экспорта. Это послание выглядело, как ответ торговой компании на запрос своего германского представителя об условиях, на которых можно заключать соглашение с импортерами. Использование открытой международной терриксной связи с точки зрения безопасности было рискованным, но, с другой стороны, для контроля всех проходящих по Западной Европе терриксов потребовалось бы огромная масса людей. Не обращая внимания на слова, Йозеф выписал в строчку все цифры. Пятизначные числа, состоящие из марок пфеннингов, исчезли. Из этого длинного ряда Йозеф сформировал по порядку группу по 6 цифр. Из этих шестизначных чисел он вычел сегодняшнюю дату, 20 февраля 1964 года, написав ее как 20264 и получил новые шестизначные числа. Это был простой книжный код, ключом к которому являлось Нью-Йоркское издание нового словаря Уэбстера и синий популярный библиотечка. Первые три цифры указывали на номер страницы в словаре. Четвертая цифра могла быть любой от единицы до девятки. Четная означала первую колонку, нечетная – вторую. Последние две цифры указывали на порядковый номер нужного слова, считая сверху. Закончив работу через полчаса, Йозеф прочитал сообщение и склонился в кресле, обхватив голову руками. Еще через 30 минут он уже разговаривал с Леоном у него дома. Руководитель группы «Мстителей» прочитал сообщение и выругался. «Прошу прощения», – сказал он, «я этого не знал». Оба они, однако, не знали всей информации, которая поступила в распоряжение Моссад за последние шесть дней. Резидент израильской разведки Буэнос-Айреса сообщил, что кто-то неизвестный санкционировал перевод суммы, равный миллиону западно-германских марок на имя некого вулкана для финансирования заключительной стадии исследовательских работ. Далее, служащий из швейцарских банков, еврей по национальности, которому было поручено контролировать движение денег на секретных счетах Одессы в Западной Европе, информировал Моссад о том, что миллион марок ФРГ был переведен из Берусского банка на счет немецкого гражданина Фрица Бегенера. И, наконец, один египетский полковник, тесно связанный по службе с предприятием 333, в течение нескольких часов беседовал с представителем Моссад в римском отеле. Полковник, которому в свое время была выплачена крупная сумма денег на строительство комфортабельной вины, сообщил, что строительство египетских ракет находится в завершающей стадии и задержка только системы наведения, которая в настоящий момент разрабатывается на одном из заводов ФРГ. По словам полковника, стоимость этой разработки составляет 1 миллион марок. Эти три небольших сообщения среди тысячи подобных были обработаны в компьютерном центре профессора Ювеля Неймана, выдающегося израильского ученого, впервые применившего научный метод анализа на АВМ для нужд разведки, а впоследствии ставшего отцом израильской атомной бомбы. Там, где человеческая память была бессильна, компьютер проявлял себя с не лучшей стороны. Машинная память немедленно выдала информацию, чтобы перед тем, как быть разоблаченным своей женой в 1955 году под именем фрица Вегенера, скрывался Эдуард Рушман. В подземной штаб-квартире Йозеф взял бразды правления в свои руки. «С этого времени я буду жить здесь, у телефона. Срочно достаньте мощный мотоцикл и соответствующую одежду. На это дается один час. Как только этот ваш миллер даст о себе знать, я немедленно выйду к нему». «Если его раскроют, вы не успеете помочь ему», сказал Леон. «Его убьют, как только он приблизится к Рошману на пушечный выстрел». Однако он отправился выполнять указания. Когда Леон вышел, Йозеф еще раз перечитал полученную шифровку. Она гласила «Красный сигнал, точка. Согласно новой информации, ключевой фигурой в ракетном проекте является немецкий промышленник, работающий на вашей территории, точка. Кодовое имя «Вулкан», точка. Возможно, это псевдоним Рошмана, точка. Необходимо использовать Миллера, точка. Найти и уничтожить, точка. Большой Баклан, точка». Йозеф сел за стол и принялся чистить свой автоматический Вальтер Пеппер-Джи. Время от времени он бросал неторопливый взгляд на молчащий телефон. За ужином Байер проявил себя отличным хозяином, развлекая Миллера различными веселыми историями. Зурналист несколько раз пытался перевести разговор на интересующую его тему нового паспорта, но всякий раз Байер хлопал его по спине и говорил, что волноваться не стоит. «Предоставь это мне, дружище, предоставь это старине Францу». Он потирал нос указательным пальцем, подливал Миллеру вино и закатывался в приступе смеха. Одной из способностей, которую Миллер приобрел за 8 лет журналистской деятельности, было умение пить, сохраняя при этом трезвую голову. Однако к белому вино, которое в изобилии заказывал Байер, он не привык. Но белое вино обладает несомненным преимуществом по сравнению с другими алкогольными напитками в том случае, когда кто-то пытается напоиться бутыльника. Белое вино подают в ведерки со льдом и холодной водой. И Миллер трижды успевал подливать вино в воду, пока Байер смотрел в другую сторону. На десерт принесли две бутылки прекрасного холодного рейнвейна, и Байер, одетый в теплый жакет без пуговиц, обливался потом. В результате он заказал еще одну бутылку. Миллер еще раз выразил беспокойство, что с новым паспортом может ничего не получиться, и тогда его арестуют. «Вам же потребуется моя фотография для паспорта?» озабоченно спросил он. Байер загоготал. «Да, даже две фотографии, но здесь никаких проблем. Ты можешь сделать это в любой автоматической фотокабине на вокзале. Подожди только, когда отрастут подлиннее волосы, и тебя уже никто не узнает». «А потом?» в напряженном ожидании спросил Миллер. Байер положил свою толстую руку ему на плечо. Миллеру ударил в лицо тяжелый винный запах, когда Байер наклонился к нему и зажептал в ухо. «Потом я отошлю их своему другу. Через неделю у тебя будет готовый паспорт. По нему ты получишь водительские права, естественно, после сдачи экзамена и карточку соцстраха. Если власти заинтересуются, ты скажешь, что только что приехала за границу, где жил последние пятнадцать лет. Никаких проблем, старина, беспокоиться не о чем». Хотя Байер был уже порядочно пьян, он еще мог следить за своей речью. Понимая это, Миллер решил прекратить расспросы, чтобы не вызвать у того подозрений. Миллеру до смерти хотелось кофе, но заказывать его он не стал, так как кофе могло несколько отрезвить Франца Байера. Тем временем толстяк достал пухлый бумажник, расплатился по счету и они отправились к выходу. Была половина одиннадцатого. Это был изумительный вечер, Гер Байер, а все души благодарю. Франц, Франц, тяжело дыша поправил его толстяк, с трудом влезая в пальто. «Наверное, это самое лучшее заведение Штутгарта», сказал Миллер, тоже одеваясь. «Ха, глупый мальчишка, это только так кажется. У нас здесь есть места и получше. Отличный кабаре с полдесятка. Не хочешь сходить в одно из них? Вы хотите сказать, что у вас работает кабаре со стриптизом и другими вещами?» Миллер удивленно посмотрел на Байера. Тот радостно засопел. «Спрашиваешь?» «Я, кстати, не против посмотреть на девочек, снимающих с себя штанишки. Пошли!» Байер шлепнул пониже спины и очаровательную гардеробщицу, шатаясь, вышел на улицу. «А какие ночные клубы есть в Штутгарте?» невинно спросил Миллер. «Ну, у нас есть Мадлен Руж, Бальзак, Империал, Сайонара, затем еще Мадлен и на Эберхардстрассе. Эберхард? О, боже, какое совпадение! Так зовут моего шефа Бремени. Того, который помог мне, направил в Нюрнберг», воскликнул Миллер. «Отлично! Значит, туда и отправимся», сказал Байер, открывая дверцу своего автомобиля. Маккензен подъехал к трем маврам в четверть двенадцатого, последил за тем, как расходились последние посетители. Затем он обратился к старшему официанту. «Герр Байер?» «Да, сегодня он был у нас, но уже полчаса как уехал». «Он был не один?» «С высоким молодым человеком с короткой стрижкой усами?» «Точно, я его запомнил». Они сидели за боковым столиком. Маккензен достал банкноту двадцать марок, вложил ее в руку официанту. «Мне очень нужно найти их. Это срочно. У фрау Байер, вы знаете ли, внезапно случился приступ». Старший официант выглядел печаленным. «О, Боже, какой ужас!» «Вы не знаете, случайно, куда они могли пойти?» «Боюсь, что нет», ответил тот, «но попробую узнать». Ганс позвал на одного из двух официантов. «Ты обслуживал сегодня Гера Байера с приятелем за боковым столиком. Они не говорили, куда собираются пойти еще?» «Нет», ответил Ганс. «Об этом они ничего не упоминали». «Попробуйте спросить еще в гардеробе», посоветовал старший официант. «Может, девушка слышала что-нибудь?» Расспросив гардеробщицу, Маккензон попросил рекламный буклет, что можно увидеть в Штутгарте. В разделе «Кабаре» было перечислено десяток названий. В середине буклета была напечатана карта города. Вернувшись к машине, Маккензон отправился в первое из указанных в списке заведений. В ночном клубе «Мадлен» Миллер и Байер заняли столик на двоих. Приканчивший вторую порцию виски Байер во все глаза смотрел на сцену, где совсем молоденькая девушка, кружась в танце, расстегивала последние застежки на своем одеянии. Когда ей это удалось, Байер толкнул Миллер локтем под ребра и захихикал. «Хороша штучка, а? Хороша». Он тяжело дышал. Время было заполночь, и Байер уже сильно опьянел. Миллер выглядел по-прежнему озабоченным. «Послушайте, Гер Байер, зашептал он, «Я очень волнуюсь, ведь я в бегах. Как быстро вы сможете достать мне новый паспорт?» «Рольф, дружище, Байер почти навалился на Миллера, ведь я уже говорил тебе. Тебе не о чем беспокоиться. Представь все старику, Францу». Он громко икнул. «К тому же я не делаю паспортов. Я лишь отправляю фотографии парню, который их делает. Через неделю он возвращает мне готовый документ. Никаких проблем. Давай-ка лучше выпей со старым Францем». Он поднял руку и помахал официанту. «Повторите». Миллер задумался. Ждать, пока у него отрастут волосы, означает потерять несколько недель. О том, чтобы хитростью выведать у Байера имя и адрес человека, который достает для Одессы новые паспорта, нечего было и думать. Сегодняшний день показал, что его можно напоить за бесчувствие, но контроль над собой он не теряет. Излить толстяка из ночного клуба Миллеру удалось лишь после окончания представления. Когда, наконец, они выбрались на улицу, было уже больше часа ночи. Байер нетвердо стоял на ногах, опираясь одной рукой у журналиста, а резкий переход из теплого помещения на морозный воздух лишь ухудшил его состояние. «Будет лучше, если за руль сяду я», сказал Миллер, когда они подошли к автомобилю. Он потащил из кармана пальто Байера ключи и усадил его на место пассажира. Закрыв дверь, Миллер обошел машину и сел за руль. В этот момент из-за угла показался серый «Мерседес», остановился в двадцати метрах одних. Через лобовое стекло Маккензен, уже посетивший пять ночных клубов, глянул на номер отъезжавшего от Мадлен автомобиля. Номер был тот самый, что сообщила ему фрау Байер, машина ее мужа. Включив зажигание, Маккензен поехал следом. Миллер, также изрядно выпивший, управлял машиной очень осторожно. В его плане совершенно не входило быть остановленным дорожной полицией и пройти тест на алкоголь. Байер заснул, головой его откинулось назад, шумное дыхание наполняло салон. Остановившись перед отелем, Миллер растолкал пластика, а тот удивленно посмотрел по сторонам. Мне нужно домой, с трудом ворочий языком пробормотал он. Жена ждет. Пошли, пропустим последний стаканчик перед сном, предложил Миллер. У меня в номере найдется кое-что, сможем поговорить о старых временах. Байер пьяно засмеялся. Поговорить о старых временах? Это были славные денечки, Рольф. Миллер выбылся наружу, обошел автомобиль, помог вылезти Байеру. — Славные денечки, подтвердил он, вталкивая толстяка в двери гостиницы. — Входи, мы поговорим о них. Неподалеку остановился серый Мерседес. С выключенными огнями он сливался с окружающими домами. Ночной портье дремал у себя за стойку, но ключ от номера у Миллера был с собой. Байер начал что-то мучать. Сшепнул ему Миллер, не шуми. — Не шуми, повторил Байер, топая по полу, как слон, и беспричинно смеясь. К счастью для Миллера, его номер находился на втором этаже, так как еще один пролет Байер вряд ли бы осилил. Открыв дверь, он зажег свет и усадил толстяка в единственно стоявшее в комнате кресле массивное высокое сооружение с деревянными подлокотниками. Маккензен с улицы внимательно следил за окнами отеля. Два часа ночи свет нигде не горел, и когда Миллер включил люстру, он заметил окно его комнаты на втором этаже в правом крыле. Маккензен мог пойти в отель и засрелить Миллера, как только тот открыл бы дверь, но две вещи удержали его от этого решения. Через стеклянные двери он видел, как портье, разбуженный шумом, созданным Байером, проснулся и стал убираться в фойе. Он наверняка заметит ночного посетителя, сможет впоследствии дать полиции его описание. К тому же его останавливало состояние, в котором находился Байер. Маккензен видел, что толстяк с трудом передвигал ногами и понимал, что тому вряд ли удастся тихо и незаметно покинуть отель, когда он застрелит Миллера. Если полиции удастся задержать Байера, у Вервольфа могут возникнуть крупные неприятности. Байер под своей настоящей фамилией, разумеется, числился одним из первых в списке разыскиваемых военных преступников, занимал видное место в Одессе. В конце концов, Маккензен выбыл другой вариант. Выстрел в окно. Прямо напротив отеля строилось какое-то здание. Два этажа были уже полностью готовы и на них ввели строительные лестницы. Он может спокойно подождать, Миллер никуда не денется. Маккензен вышел из машины, открыл багажник, достал винтовку. Когда это случилось, Байер не оказал никакого сопротивления. Во-первых, он совсем не ожидал нападения, а во-вторых, его реакция была сильно замедлена алкоголем. Миллер сказал, что пошел за виски, открыл дверцу шкафа и снял с вешалки запасной галстук. Еще один был у него на шее, его он тоже снял. Миллеру еще ни разу не доводилось применять на практике те удары, которым его обучали в армии десять лет назад, и он не знал, что у него получится. Над спинкой кресла, словно розовая гора, возвышалась широкая шея Байера. «Старые добрые времена, старые добрые времена», начал он, когда Миллер подошел сзади и ударил его изо всех сил ребром ладони. Удар получился не ахти какой, ибо ладоня Миллера была мягкой, нетронированной, а шея Байера заплыла с жиром, но все же его оказалось достаточно. К тому времени, когда старина Франц пришел в себя, его руки были надежно прикручены к подлокотникам галстуками Миллера. Ноги были привязаны к ножкам кресла, левая собственным галстуком члена Одессы, правая телефонным шнуром. «Что за черт?» начал он было и осекся, взглянув на Миллера. Как и все камерады, Байер постоянно жил под страхом боссоваченным израильтянами. «Вы не можете увезти меня отсюда», жалобно заговорил он, трезвее на глаза. «Вы же не станете переправлять меня в Тель-Авив? Я ничего не сделал вашему народу». Поток красноречия был прерван самодельным кляпом, состоявшим из двух носков, который Миллер сунул ему в рот, из шестяного шарфа, подарка матери, обвязанного вокруг головы. Открытыми оставались только нос и глаза, которые умоляюще смотрели на Миллера. Журналист вышел в прихожую, принес оттуда стул, сел напротив своего пленника. «Слушай внимательно, жирный ублюдок, к твоему счастью, я не израильский агент и увозить тебя никуда не собираюсь. Ты останешься здесь и будешь отвечать на мои вопросы, понял?» Вместо ответа Байер вновь посмотрел на Миллера. Страх в его глазах сменила ярость запертого в клетке тигра. «Мне нужно знать», продолжал Миллер, «имя и адрес человека, который делает для Одессы фальшивые паспорта, и я узнаю это еще до рассвета». Он углянулся, вытащил из розетки шнур от ночника. «Теперь, Байер, или как там твое настоящее имя, говорить будешь ты. Если ты попробуешь закричать, я затяну этот шнур у тебя на шее, и мне наплевать, что тебе нечем будет дышать». С этими словами Миллер сделал из шнура петлю, накинул ее на шею Байера и, не торопясь, снял шарф и вытащил самодельный кляп. Миллер сказал неправду, он в своей жизни еще никого не убивал и не собирался делать этого сейчас. «Подонок!» прошепел Байер. «Вонючий шпион! Я тебе ничего не скажу!» Как только он произнес эти слова, кляп вновь оказался у него во рту. «Не скажешь?» спокойно переспросил Миллер. «Что ж, посмотрим. Тогда займемся твоими пальчиками, посмотрим, как тебе это понравится». Склотив мизинец и безымянный палец правой руки Байера, он принялся выворачивать их. От боли бывший эсэсовец едва ли не перевернул кресло. Миллер отпустил его и вновь вытащил кляп. «Я могу сломать тебе все пальцы на руках», сказал он. «Затем я включу ночник в сеть, выверну лампочку, сунув вместо нее твой хер». Байер в ужасе закрыл глаза и задрожал. «Не надо электричества, не надо, не надо!» забарматал он. «Я вижу, ты знаешь, что это такое», сказал Миллер ему прямо в ухо. Байер вновь закрыл глаза и застонал. Он знал, что это такое. Двадцать лет назад в подвалах парижской тюрьмы Фреснер он пытал таким образом Ео Томаса по кличке Белый Кролик, одного из командиров отрядов сопротивления. С тех пор он знал, что такое электричество, правда, только со стороны. Но сквозь зубы процедил Миллер имя, фамилия, адрес изготовителя паспортов. Байер медленно покачал головой. «Не могу», прошептал он, «они убьют меня». Миллер вновь засунул ему в рот кляп. Затем он взял мизинец правой руки Байера, закрыл глаза и сдернул изо всех сил. Раздался хруст ломаемой кости. Байер затрясся в кресле и его стало рвать. Чтобы он не задохнулся, Миллер быстро вынул кляп. Задержимый желудком экс-нациста полностью оказался у него на коленях. «Говори», сказал Миллер, «у тебя осталось еще девять пальцев». Байер закрыл глаза и проглотил слюну. «Винцер», сказал он. «Кто?» «Винцер, Клаус Винцер, он делает паспорта. Он что, профессиональный изготовитель фальшивых документов?» «Нет, он печатник, владеет фотографией». «Где?» «В каком городе?» «Они убьют меня». «Если ты не скажешь, я убью тебя. В каком городе?» «Ос на брюк», прошептал Байер. Мир в очередной раз засунул кляп Байеру в рот и задумался. «Клаус Винцер, печатник из Ос на брюка». Взяв в свой этаж и кейс, в котором лежали дневник Соломона Таубера и другие бумаги, он достал карту автомобильных дорог ФРГ. Дорога на Ос на брюк, расположенная далеко на севере земли Северный Рен-Вестфалия проходила через Мангейм, Франкфурт, Дортмунд и Мунстер. В 4-5 часов пути в зависимости от дорожных условий. Сейчас было 3 часа утра 21 февраля. Напротив, через дорогу, Маккензен удобно расположился в оконном проеме недостроенного третьего этажа. Прямо напротив него горело окно второго этажа гостиницы. Маккензен распределил свое внимание между окном и входом в отель. Он уже заранее рассчитал все варианты. Как только Байер выйдет, он застрелит Миллера. Если первым выйдет Миллер, он убьет его на улице. Если же кто-нибудь раскроет шторы, он выстрелит в окно. В его руках покоилась мощная винтовка Реммингтон-300. Из такого ружья застрели человека с 30 метров детская забава. Оставалось только ждать, а это Маккензен умел. У себя в номере Миллер складывал вещи. По его плану Байер должен был оставаться вне игры по крайней мере в 6 часов. Возможно, он побоится сказать своим шефам, что выдал адрес изготовителя паспортов, но особенно рассчитывать на это не приходилось. Собравшись, Миллер еще раз проверил надежный спут, связывавший их, пленника, и получше завязал шарф, удерживающий во рту кляп. Немного подумав, он положил кресло с привязанным к нему человеком набок, чтобы тот не смог привлечь к себе внимание, опрокинув его. Обрезав напоследок телефонный провод, Миллер еще раз заглядел комнату и долгитворенный вышел, заперев за собой дверь. Он еще собирался спуститься вниз, но остановился. Ночной партия мог видеть, как они поднимались вдвоем. Что он подумает, когда Миллер спустится один, заплатит по счету и уедет? Миллер развернулся, пошел обратно. В конце коридора было окно, выходившее на пожарную лестницу. Открыв задвижки, он выбрался наружу, спустился во внутренний дворик. Запасной выход вывел его на небольшую аллею позади отеля. До того места, где был припаркованный Гуар, было около трех миль. Через 15 минут Миллер уже был за рулем. После напряженной последних часов и выпитого алкоголя он сильно устал. Ему очень хотелось спать, но он понимал, что должен попасть к Винцеру, прежде чем поднимется тревога. В 4 утра он вывел Гуар из города, а уже через полчаса был на автобане, ведущем на Хеллброн и Мангейм. Как только дверь за Миллером закрылась, Байер, уже относительно протрезвевший, стал предпринимать попытки освободиться. Вначале он попытался нагнуться и через шар субами развязать узлы галстуков, но полнота не позволила ему достаточно низко нагнуть голову. Через каждую минуту ему приходилось прекращать попытки, чтобы глубоко вздохнуть через нос. Затем он стал взвиваться всем телом, стараясь ослабить путы, но Миллер поработал на славу. К тому же ему сильно мешал распухший мизинец, вызывавший сильнейшую боль при каждом движении. После очередной неудачи его внимание привлек валявшийся на полу ночник. Лампочка была на месте, но если ее разбить, то осколками он мог бы попытаться перерезать тонкие галстуки. Через час он сумел передвинуть кресло и разбить лампочку, однако то, что выглядит легко на словах, на деле оказалось трудной задачей. Лишь через три с лишним часа в семь утра, когда первые лучи солнца уже начали пробиваться через занавески, первый галстук стал поддаваться. Около восьми Байер освободил левую руку. В это время Ягуар Миллера был уже на Кельнском кольце, до ос на брюк оставалось сто миль. Начал накрапывать дождь, который в сочетании с однообразным пейзажем по сторонам автобана и мерно работающими дворниками клонил Мюллера в сон. Риск сорваться с дороги и вылететь на одно из заснеженных полей заставил его снизить скорость до 30 миль в час. Свободной левой рукой Байер быстро вынул кляп, несколько минут полежал с закрытыми глазами, тяжело дыша. Воздух в комнате был спертый, смесь перегара, табачного дыма, блевотина и пота. Затем он освободил правую руку, почти онемевшую от боли в сломанном пальце, и ноги. Вначале он попытался открыть дверь, но она была закрыта на ключ. Телефон тоже был бесполезен, так как Миллер предусмотрительно перерезал провод. Оставалось окно. Развинув занавески, он поднял шпингалет и открыл рамы. Находившись на своей позиции через дорогу, Маккинзен уже полудремал, несмотря на холод, когда внезапно в комнате Миллер раскрыли занавески. Подняв Ремингтон на ленью огня, он подождал, пока человек в окне отварит рамы и выстрелил ему в голову. Пуля попала Байеру в рот, он умер еще прежде, чем упал на пол. Ружейный выстрел могли ненадолго принять за автомобильный выхлоп, но только ненадолго. Маккинзен знал, что не позже, чем через минуту, кто-нибудь захочет выяснить, что случилось. Не глядя в окно, чтобы убедиться, что попал, он бросился по лестнице вниз, перебежал узкую строительную площадку и уже через 60 секунд после выстрела сидел за рулем Мерседеса, пряча ружье в чехол. Уже включая зажигание, рывком трогает с места, он знал, что ошибся. Дервольф описал Миллера как высокого худого человека, а фигура, показавшаяся в окне, явно принадлежала ту стюку. Учитывая то, что он видел вчера, Маккинзен был уверен, что застрелил Байера. Однако это не очень беспокоило убийцу. Увидев на полу мертвого Байера, Миллер наверняка со всех ног побежит к своей машине, запаркованной в трех милях от отеля. Поэтому Маккинзен прямым ходом поехал к месту стоянки Ягуара. Когда же он увидел, что место между Опелем и грузовиком Бенц, который занимал автомобиль Миллера, пусто, его охватил страх. Однако Маккинзен не был бы так долго главным палачом организации, если бы легко поддавался панике. Он уже неоднократно попадал в трудные положения и всегда с честью выходил из них. Остановив Мерседес, он сидел сжимая руль и думал, Миллер явно был уже в сотнях милях от Штутгарта. Если он оставил Байера в живых, то этому могло быть только два объяснения. Либо Байер не сказал ему ничего, либо рассказал все. В первом случае спешить было некуда, он все равно найдет Миллера. Если же Байер раскололся, то Миллер сейчас попытается воспользоваться полученной информацией. Что именно интересует Миллера и что Байер мог рассказать ему, знает только Вервольф. Таким образом, Маккинзен должен был позвонить ему. Через 20 минут он уже был у телефона автомата. В кармане у него всегда был запас монет в одну марку для междугородних звонков. Когда он набрал миллерский номер, Вервольф долго осыпал проклятиями своего подчиненного. И через несколько минут он остыл. — Тебе лучше найти его, идиот, и побыстрее. Бог знает, куда он сейчас отправился. Маккинзен объяснил, что хотел бы узнать, какую информацию мог получить Миллер от Байера. На том конце линии Вервольф на мгновение задумался. — О, черт! — выдохнул он. — Печатник! Он узнал имя печатника. — Какого печатника, шеф? — осторожно спросил Маккинзен. Вервольф объяснил. — Я позвоню ему и предупрежу, — решительно сказал он. Миллер сейчас направляется туда. Он продиктовал Маккинзену адрес и добавил, — найти его снабрюк как можно быстрее. Миллер будет либо по этому адресу, либо где-то еще в городе. Если его нет в доме, найди на улицах «Ягуар, не спуская с него глаз. Машина — это единственное место, куда он всегда возвращается». Повесив трубку, он позвонил на телефонную станцию и попросил соединить его с оснабрюком. В Штутгарте Маккинзен еще некоторое время стоял в кабине, слушая короткие ягодки в трубке, затем с силой бросил ее на рычаг. Сев в машину, он завел мотор и тронулся в путь. Он устал не меньше Миллера, которому, однако, в это время оставалось всего лишь 20 миль до оснабрюка. Оба не спали уже 24 часа, а Маккинзен к тому же не ел со вчерашнего утра. Мечтая о варючих кофе и бутербродах, Маккинзен ехал на север в сторону шоссе, ведущего Бестпалью. Глава 14. Судя по внешности, Клаус Винцер никогда не мог быть членом СС. Во-первых, он сильно не дотягивал до требовавшегося минимума рост метр восемьдесят, а во-вторых, с детства страдал безорукостью. Сейчас, в свои сорок лет, это был толстый, бледный мужчина с седыми висками и скромными манерами. На самом деле, его карьера была одной из самых необычных среди всех, кто когда-либо надевал черные рубашки СС. Он родился в 1924 году в Весбавине в семье мясника Йохама Винцера, огромного, неуклюжего мужчины, который еще с 20-х годов был ярым приверженцем Адольфа Гитлера и его нацистской партии. С раннего детства Клаус помнил, как отец возвращался домой после уличных драк с коммунистами и социалистами. Клаус пошел в мать и, к великому огорчению отца, рос хилым, слабым, близоруким мальчиком, отличавшимся миролюбивым характером. Он терпеть не мог драки, спортивные игры и с трудом переносил свое членство в Гитлерюгенде. У Клауса было единственное увлечение. Он любил искусство каллиграфии и целыми днями писал цветные манускрипты, что всегда рассматривалось его отцом, как склонность к шизофрении. С приходом к власти нацистов дело мясника Винцера стало процветать. За свои старые заслуги перед партией он получил исключительное право на снабжение местного гарнизона эсэс мясом. За умиранием сердца Йохим Винцер смотрел на марширующих эсэсовцев, плелея мечту увидеть в один прекрасный день своего единственного сына в черно-серебром форме шутс-штафеля. Но Клаус предпочитал проводить время за чистописанием, рисованием своих мэроскриптов, пробуя различные сочетания цветов. Началась война, и весной 1942 года, когда Клаус исполнилась 18, его призвали в армию. В отличие от своего шумного скандального отца Юдафоба, он был слабым, застенчивым юношей. Не сумев пройти медицинскую комиссию и признанным негодным даже к нестроевой службе, с призывного пункта Клаус вернулся домой. Для отца это был последний удар. Йохим Винцер сел на поезд и отправился в Берлин к старому товарищу по уличным сражениям, который теперь занимал высокое положение в СС, в надежде, что тот поможет устроить сына на военную службу. Старый товарищ не забыл Винцер и обещал сделать все, что в его силах. Когда он спросил, что умеет делать Клаус, отец, сгорая стыда, сказал, что тот прекрасно пишет цветные манускрипты. К его удивлению, СС удовлетворил ответ, и тот попросил сына приготовить приветственный адрес на пергаменте некоему майору СС, фрицу Сюрену. Клаус сделал адрес, и через неделю коллеги преподнесли его Сюрену на торжественной церемонии в Берлине. Сюрен, служивший до этого комендантом концлагеря Заксенхаузен, получил повышение и став начальником более крупного лагеря Равенсбрюк. В 1945 году он был казнен французами. Присутствовавшие на этом торжестве в штаб-квартире РСХ, были восхищены прекрасно изготовленным манускриптом. Среди них был лейтенант СС Альфред Найокс, человек, организовавший в августе 1939 года провокационный налет на радиостанцию Глейтвитт на польско-германской границе, где были подброшены трупы нескольких заключенных концлагеря в форме нацско-немецкой армии как доказательство нападения поляков. Этот инцидент был использован Гитлером в качестве повода для начала войны с Польшей. Найокс спросил, кто автор этого адреса и, узнав, даже не успев понять, что происходит, Клаус Винцер был принят в СС без прохождения какой бы то ни было формальной подготовки, принес взгляд в уверенности и дал подписку о неразглашении тайны. После этого ему сказали, что он будет работать над сверхсекретным проектом Рейха. Обалдевшая такого поворота событий, Висбадонский мясник был на седьмом небе от счастья. Проект, над которым предстояло работать Клаусу Винцеру, был разработан специалистами секции Ф 6 отдела РСХ и осуществлялся в небольшой мастерской на Дельбрукштрассе в Берлине. Дело было несложным. ССовцы пытались изготовить фальшивые деньги, пятифунтовые банкноты Великобритании и американские стодолларовые купюры. Бумага производилась на заводе казначейства Рейха в спецхаузене неподалеку от Берлина, а в мастерской на Дельбрукштрассе на нее наносили водяные знаки американской и английской валюты. Большой знаток бумаги чернил Клаус Винцер пришелся как нельзя кстати. Целью операции было наводнение Британии и Америки фальшивыми деньгами с тем, чтобы подорвать экономику этих двух стран. В начале весны 1943 года немцам удалось освоить технологию изготовления британских пятерок и работа закипела. В 19-м блоке концлагеря Заксенхаузен заключенные из разных стран графологи по специальности трудились день и ночь под наблюдением офицеров ССС. Клаус Винцер руководил отделом контроля за качеством, так как ССовцы не доверялись заключенному, опасаясь, что все специально будут допускать неточности в работе. Клаус Винцер перенял у своих поднадзорных все известные им секреты мастерства и через два года стал выдающимся специалистом фальшивым монетчиком. С конца 1944 года в блоке 19 одновременно стали изготовлять фальшивые удостоверения личности для спасения офицеров СС после поражения Германии. Ранней весны 1945 года и этому небольшому райскому месту, так контрастировавшему с царившим кругом разорением, пришел конец. Всем участникам операции во главе с руководителем капитаном СС Берфантом Крюгером было приказано покинуть Заксенхаузен и перебраться вместе с оборудованием в один из горных районов Австрии. Обосновавшись в укромном уголке Редуздип в Верхней Австрии, ССовцы возобновили работу, правда, ненадолго. За несколько дней до конца войны Клаус Винцер стоял на берегу горного озера и с грустью смотрел, как тщательно упакованные в непромокаемую тару миллионы фунтов стерлингов и миллиарды долларов, изготовленные его руками, были отправлены на дно. Винцер возвратился домой в Висбаден. К своему удивлению, он, получавший специальный продовольственный паек офицера СС, обнаружил, что гражданское население голодает. Висбаден был оккупирован американцами, которые не испытывали недостатков снабжения, в то время как немцы могли лишь мечтать о корочке хлеба. Его отец, заделавшись теперь убежденным антифашистом, пошел по миру. В его магазине, заваленном когда-то мать объяснила Клаусу, что все продовольствие распределяется по карточкам, выдаваемым американцами. Когда он увидел эти карточки, напечатанные типографским способом на простой бумаге, то был поражен. Взяв несколько штук, Клаус на несколько дней заперся у себя в комнате. Когда он вышел, то показал матери такое количество американских продовольственных карточек, которых хватило бы семье на полгода, но они же фальшивые, испуганно пролепетала простодушная женщина. Клаус объяснил ей то, по что сам твердо верил. Эти карточки не фальшивые, а лишь изготовленные на другом станке. Отец поддержал его. Дура, неужели ты хочешь сказать, что наш сын делает карточки хуже, чем Янки? На это возразить было нечего, тем более, что в тот день в семье впервые по-настоящему поужинали. Через месяц Клаус Винцер познакомился с Ото Клопсом, самоуверенным, блестяще выглядевшим королем безбадренского рынка, и они быстро нашли общий язык. Винцер изготовлял в огромном количестве продовольственные карточки, талоны на бензин, пропуска в различные зоны оккупации, водительские права, военные пропуска армии США. Клопс покупал на них продовольствие, одежду, бензин, мыло, косметику, нейлоновые чулки, оставлял часть себе, остальное продавал на черном рынке. Через 30 месяцев, к лету 1948 года, Клаус Винцер стал богатым человеком. На его счету в банке лежало 5 миллионов рейхсмарок. Перепуганной матери он так объяснил свою философию. Документы не бывают подлинными или фальшивыми, они бывают хорошими или плохими. Если у меня есть пропуск на пересечении границы зоны, и по нему я беспрепятственно прохожу через границу, то это хороший пропуск. В октябре 1948 года судьба нанесла Клаусу Винцеру второй удар. Власти провели денежную реформу, и на смену старой рейхсмарки пришла немецкая марка. Суть реформы сводилась к тому, что рейхсмарки просто отменили, а не обменяли на новый один к одному, и каждому жителю марок. Винцер был разорен. Черный рынок перестал существовать, так как все товары продавались теперь свободно, и услуги фирмы Клопса Винцера больше никому не требовались. Поспользовавшись одним из своих пропусков, экс-эсэсовец перебрался в Ганновер, в британскую зону оккупации, устроился там на работу в паспортный отдел британской военной администрации. У него были блестящие рекомендации для американского командования в Висбадене, подписанной полковником ВВС США. Да и какими им было быть еще, если он сам их изготовил? Британский майор, беседовавшись с ним перед тем, как принять на работу, поставил на стол чашку чая, спросил его, «Надеюсь, вы понимаете, что во все времена людям необходимо иметь документы», на что Винцер со всей серьезностью ответил утвердительно. Уже через два месяца ему улыбнулась удача. Сидя в очередной раз в баре, потягивая пиво, он познакомился с неким Гербертом Молдерсом. Проникнувшись почему-то к Винцеру доверием, Молдерс сказал, что его разыскивают британские власти за участие в военных преступлениях, и ему нужно уехать из Германии. Но паспорт может выдать лишь британская администрация, а этот путь, понятное дело, был для него заказан. Винцер намекнул, что может все устроить, но для этого потребуются деньги. К его удивлению, его новый знакомый тут же показал ему бриллиантовый перстень. Он объяснил, что во время службы в конституционном лагере получил его от одного еврея, пытавшегося таким образом купить себе свободу. Молдерс знал, что Татаврей должен был отправиться в газовую камеру со следующим этапом, и поэтому взял перстень, невзирая на то, что это строго воспрещалось. Через неделю, получив фотографию Молдерса, Винцер сделал ему паспорт. Ему даже не пришлось подделывать этот документ. Система работы паспортного стола была проста. Если человеку требовался паспорт, он обращался в первый отдел, представлял все имеющиеся у него документы и заполнял анкету. Сотрудники второго отдела проверяли подлинность свидетельства о рождении, удостоверения личности, возильских прав и других представленных документов. Сверялись со списком разыскиваемых военных преступников, и если все было в порядке, начальник отдела ставил свою визу и дело передавали в третий отдел. На основании заключения второго отдела работник третьего доставал из сейфа чистый бланк паспорта, заполнял его, вклеивал фотографию и вручал владельцу. На все это уходила одна неделя. Винцер работал в третьем отделе. Заполнив анкету Молдерса на новое имя, почерком начальника второго отдела он написал в углу «Проверка произведена» и расписался за него. Отправившись затем во второй отдел, он забрал 19 завизированных анкет, добавил к ним анкету Молдерса и отнес их начальнику третьего отдела майору Джонстону. Джонстон, пересчитав количество анкет, выдал Винцеру 20 чистых бланков паспортов. Винцер заполнил их, поставил печати и вручил 19 паспортов счастливому владельцу, а в архив отправилось 20 проверенных анкет. В тот вечер он пилил Молдерсу и его новый паспорт получил в обмен бриллиантовый перстень. Он понял, что открыл свой клан Дайк. В мае 1949 года была образована Федеративная Республика Германия и паспортный отдел перешел в подчинение правительству земли Нижняя Саксония, столицей которой стал Гамбург. Винцер остался работать на прежнем месте. Клиентов у него больше не было, да они были ему и не нужны. Каждой неделе он заполнял анкету на вымышленное имя, приклеивал на нее первую попавшуюся фотографию, которую в избытке набрал в свое время фото от Илье, подделывал визу и подпись начальника второго отдела, теперь гражданина ФРГ, и положив ее среди настоящих анкет, шел к начальнику третьего отдела. В замену анкет он получал чистые паспорта, один из которых уносил домой. Теперь ему оставалось раздобыть только официальную печать. Украсть ее означало вызвать подозрения. Однажды он захватил ее домой на ночь, и к утру имел отличный дубликат печати паспортного отдела правительства земли Нижняя Саксония. За 60 недель он получил таким образом 60 чистых бланков паспортов. Затем, к большому огорчению начальства, ценившего его за скромность и безотказанность в работе, он уволился, уехал из Гамбурга, продал в Антерпене бриллиантовый перстень и на эти деньги открыл небольшую типографию ввоз на брюки. В то время за золото и доллары можно было купить все, причем значительно дешевле рыночной стоимости. Если бы Молдер сдержал язык за зубами, Клаус Финсер никогда бы не вступил в контакт с Одесса, но по прибытии в Мадрид тот рассказал в кругу друзей, что знает человека, который может достать настоящий западный германский паспорт на любую фамилию. В конце 1950 года к Винсеру, который только что приобрел типографию ввоз на брюки, пожаловал друг, и ему ничего не оставалось сделать, как согласиться на сотрудничество. С тех пор, когда человеку из Одессы грозила опасность, Винсер снабжал его новым паспортом. Дело было абсолютно надежным. Винсеру нужно было только знать возраст человека и иметь его фотографию. Он сохранил копии всех тех подложных анкет, заполненных им во время работы в паспортном столе, из данных в архив в Ганновере. Оставалось только взять чистый паспорт и писать на его данные, придуманные им еще в 1949 году. Имя обычно было самым распространенным. Место рождения он указывал где-нибудь за железным занавесом, что исключало возможность проверки, или же дата рождения должна была хоть бы примерно в соответствии с возрастом просителя из ССС. Затем наклеивалась фотография и ставилась печать паспортного отдела правительства Нижней Саксонии. Новому владельцу оставалось лишь подписаться своим новым именем в соответствующей графе и получить паспорт в руки. Обновление паспорта также не представляло труда. Через пять лет разыскиваемый сессовец мог обратиться в паспортный стол любой из земель не обязательно в Нижней Саксонии. В этом случае, к примеру, клерк из Баварии звонил в Ганновер и спрашивал «Вы выдавали паспорт номер такой-то в 1959 году на имя Вальтера Шумана? Место рождения такое-то, год рождения такой-то». Работник ганноверского паспортного стола смотрел в архиве и отвечал утвердительно. Баварский клерк, получивший подтверждение подлинности паспорта своего ганноверского коллеги, с чистой совестью выдавал новый документ на этот раз со штампом Баварского земельного правительства. То, что фотографии на анкете в ганноверском архиве не совпадали с той, которая предъявлялась в паспорте в Мюнхене, не имела значения, так как фотографии никто не сравнивал. Крерки тщательно сверяли номера и данные паспортов, но не фотографии. За пять лет, в течение которых действительно западно-германские паспорта, скрывающийся эсессовец успевал получить новые водительские права, карточку соцстраха, кредитную карточку, открывал счет в банке на новое имя и таким образом полностью менял личность. К весне 1964 года Винцер снабдил новыми паспортами 42 человека и у него оставалось еще 18 чистых бланков. Однако хитрый маленький Винцер принял все меры предосторожности. Предполагая, что в один прекрасный день его услуги и он сам будут не нужны организации и она постарается избавиться от него, он с самого начала завел свой архив. Настоящих имен своих клиентов он не знал. Для изготовления паспорта на новое имя в этом не было необходимости. Старое имя переставало существовать. Винцер делал копии со всех фотографий, приклеиваемых на новые паспорта и оставлял их у себя. Он наклеивал их на плотный лист бумаги, наобороте указывал новое имя человека, его адрес, в паспортах граждан ФРГ указывается место жительства и номер нового паспорта. Сейчас в его досье хранилось 42 таких листа. Это была его гарантия собственной безопасности. Один экземпляр досье хранился у него дома, второй у его адвоката в Цюрихе. Если когда-нибудь он почувствует угрозу со стороны Одесса, ему достаточно будет сообщить им про досье и предупредить, что в случае его смерти цюрихский адвокат перешлет документы западно-германским властям. Те, в свою очередь, имея на руках фотографии, смогут сравнить их со своей галереей негодяев, разыскиваемых нацистов. А по номеру паспорта можно быстро выяснить местонахождение человека, даже если он сменил адрес. Для этого существуют национальные отделы в каждом земельном правительстве. Не пройдет и недели, как все обладатели фальшивых паспортов окажутся за решеткой. Эта простая схема надежно гарантировала Клаусу Винцеру жизнь и спокойствие. Таким был жизненный путь человека, который в эту пятницу в половине девятого утра пил кофе, заедая тостами с жемом и перелистывая осно-брюкцайтунг, когда внезапно зазвонил телефон. Голос на том конце был вначале требовательным, затем сменился на увещевающий. С нашей стороны, уверил Динцера Вервольф, вам ничего не угрожает. Все дело в этом чертовом репортеришке. Мы уверены, что он постарается добраться до вас. Но волноваться не стоит. У него на хвосте наш человек, и максимум через 24 часа все кончится. Но на это время вам нужно срочно уехать куда-нибудь. Да, срочно, в течение 10 минут. И еще я хочу попросить вас вот о чем. Через 30 минут крайне возбужденный Клаус Винцер уже упаковал чемодан, бросил нерешительный взгляд в сторону сейфа, в котором лежало его досье, а пришел к выводу, что оно вряд ли понадобится, и сообщил крайне удивленной происходящим служанке Барбаре, что сегодня не пойдет в типографию, так как решил съездить ненадолго в леске Альпы. Что может быть болезней, чем свежий горный воздух? Барбара с открытым ртом наблюдала в окно, как кадет Винцера на полном ходу вылетел со двора и исчез за поворотом. В 10 минут 10-го он уже был в 4 милях от города, выруливая на автобан. В тот момент, когда кадет выезжал из города на север, черный агуар Миллера въезжал в южное предместе Остинобрюка. Остановившись у бензоколонки на Саарской площади, Миллер выбрался из машины. После многочасовой езды спина его затекла, шея немела, а после выпитого накануне вина во рту было такое ощущение, словно кошки нагадили. «Залейте полный бак. Бензин супер!» попросил он подошедшего служителя. «У вас есть телефон-автомат?» «За углом!» махнул рукой молодой парень, отвинчивая крышку бензобака. Заметив автомат по разливу кофе, Миллер наполнил стаканчик, взял его в телефонную кабину. Жадно глотая горячий кофе, он переристал телефонную книгу «Оснабрюка». Винцеров было несколько, но только один Клаус. Напротив его имени было напечатано два телефона. Один с пометкой «Типография», второй «Домашний». На часах было 9.20, рабочее время, и Миллер вначале набрал номер «Типография». Трубку снял один из служащих. «Очень жаль, но он еще не пришел», ответил тот. «Обычно он приходит ровно в 9, так что, несомненно, вот-вот будет. Перезвоните через полчаса». Миллер поблагодарил, некоторое время размышлял, звонить Левинцеру домой. В конце концов, он пришел к выводу, что лучше не стоит. Запомнив адрес, Миллер вышел из кабины. «Как добраться в Вестерберг?» спросил он у работника, расплачивая за бензин и отмечая про себя, что в бумажнике осталось только 50 марок. Парнишка кернул через дорогу. «Вот он, хорошее местечко, самый лучший район в городе». Купив карту города, Миллер быстро отыскал нужную улицу. Она находилась в 10 минутах езды. Внешний вид дома говорил о том, что его владелец преуспел в жизни. Впрочем, и окружающие особняки были ему подстать. Поставив фигуар у тротуара, Миллер подошел к дверям и позвонил. Открывшая дверь служанка была явно не старше 20 лет и выглядела на редкость мило. Она улыбнулась и упростительно посмотрела на гостя. «Доброе утро! Я хотел бы увидеть Гера Винцера. О, он уже уехал за спаден. Вы опоздали всего на 20 минут». Миллер чертыхнулся про себя. Винцер, конечно, уже поехал в свою типографию. Жаль, сказал он, «А я надеялся застать его до работы». «Он не на работе, господин», услуживая ему девушка. «Сегодня утром он уехал в отпуск». Миллер почувствовал, как у него похолодело в желудке. «Отпуск? Такое время года?» «К тому же», быстро добавил он, «но мы договорились встретиться сегодня. Я специально приехала из другого города». «О, какая досада!» К сожалению, девушке было искренним. Он так неожиданно собрался. Утром ему позвонили, он сразу же выбежал наверх. Крикнул только «Барбара!» «Так меня зовут. Я уезжаю в отпуск в Австрию на неделю». Я так удивилась, ведь он не собирался в отпуск, попросил меня позвонить на работу, сказать, что его не будет в неделю и сразу же уехал. На Гера Винцера это совсем не похоже. Обычно он такой спокойный. У Миллера опустились руки, а он не сказал, куда поехал. Спросил он. «Нет, сказал только, что в Австрийские Альпы и не оставил адреса или телефона, чтобы можно было связаться с ним. Нет, и это очень странно. Я имею в виду его типографию, я позвонила туда прямо перед вашим приходом. Они так удивились, теперь не знают, что им делать с заказами». Миллер быстро стал прикидывать в уме, как далеко успел уехать Винцер, имея получасовую фору. Даже на скорости 80 миль в час он проехал 40 миль. Миллер сможет делать 100, сокращая расстояние на 20 миль каждый час. Таким образом, через 2 часа он должен догнать Винцера. Очень долго, да и неизвестно, где он будет через 2 часа. Тем более, что нет никакой гарантии, что он не отправился в другую сторону. «А могу я поговорить с фрау Винцер?» Барбара хихикнула, лукаво посмотрела на него. «Но Гер Винцер не женат?» сказала она. «Вы вообще-то знаете его?» «Нет, я ни разу с ним не встречался». «Но, верите ли, он из тех мужчин, которые никогда не женятся. Он очень милый, но женщины его совсем не интересуют, если вы меня понимаете». «Значит, он живет здесь один?» «Да, не считая меня. Я имею в виду, что я здесь живу. И уверяю вас, что с этой точки зрения это вполне безопасно». И она снова хихикнула. «Все ясно. Благодарю вас», сказал Миллер, повернулся, чтобы уйти. «Рады буду видеть вас снова», сказала девушка, наблюдая, как он переходит дорогу, садится в эгуар, который уже давно привлек ее внимание. Поскольку Гера Винцера не было, она была не прочь провести ночь с таким симпатичным парнем. Она последила взглядом за удалявшейся машиной, вздохнула при мысли о том, что могло бы произойти между ними, и захлопнула дверь. Миллер чувствовал огромную усталость, усугублявшуюся сознанием того, что он потерпел Байер сумел освободиться и позвонил Штутгарту Винцеру, чтобы предупредить его об опасности. Он был почти у цели. Каких-нибудь 20 минут отделяли его от нее, а теперь все пошло прахом. Теперь Миллер хотел только одного — уснуть. Проехал вдоль древней стены старого города, он сориентировался по карте, повернул на площадь Теодора Хесса и, оставив фигуар на стоянке, пошел через площадь к отелю Гогенцолдеру. Ему повезло. В отеле были места, и, поднявшись в номер, он сразу же оздился и лег. В некоторое время его беспокоила какая-то мысль, скорее даже неосознанное чувство, что он упустил какую-то мелкую деталь, за которую еще можно было попробовать ухватиться. В половине одиннадцатого он заснул, так ничего и не вспомнил. Конец девятой стороны, страница 173. В Астерберге ноягуара там не было. Тогда он решил позвонить Вервольфу, чтобы узнать, нет ли у него каких-то новостей. На его счастье, Почтамп находился на площади Теодора Хесса. Продолжение следует... Продолжение следует...